Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2016 года А по одному из старинных 28 дней месяца пробуждения природы 7524 лета Седмица Всех поздравляю с наступающим днем богини Тары Тем, кто естественно в этой традиции находится, кто празднует Наш эфир будет называться так Что такое правильный дом и главная соведущая Наталья Здравия тебе, Наталья Здравия, Алексей Здравия нашим радиослушателям Здравия нашим радиослушателям Надеюсь, им будет интересна наша сегодняшняя тема Да, тема у нас достаточно интересная Правильный дом И уже до эфира у нас были вопросы, а почему не хоромы, почему дом, почему там еще как-то Не терем назвали, а именно дом Но об этом мы поговорим Наталья еще занимается интересными различными направлениями Вот здесь написано у нас в анонсе, что Ласту Вед, дизайнер, ведический астролог Вот давай, наверное, начнем с того, что же это такое Ласту Вед, что такое дизайнер, ведический астролог Давай своими словами расскажи о себе немножечко Ну, да, самое сложное рассказать о себе Вот, ну, я как бы занималась, уже больше 10 лет занимаюсь дизайном И начала, как бы у меня выработалось направление Это делать дизайны, которые вот совсем индивидуальные То есть не просто вот человек, когда ко мне приходит человек, да Я не просто спрашиваю, а что вы хотите там Вот, а я как бы уже подхожу вот на сегодняшний день уже просто открываю карту Начинаю ему рассказывать, какой дома он на самом деле хочет Вот, и начиная вообще всю свою работу с составления гороскопа Ведического гороскопа, который очень точно показывает Что это за человек Душу отражает, да, человеческую Что вот внутри, что человеком движет Какие задачи он перед собой поставил, чтобы когда собирался поплатиться на земле Вот, и соответственно там же в гороскопе можно увидеть и понять, что будет по душе человеку И что ему на самом деле нужно для того, чтобы эту задачу, которую он перед собой в этой жизни поставил, выполнить Вот, и потом дальше уже, конечно У меня Большой опыт уже в Васту Это Как раз вот Васту Вед Это такая наука, которая Сохранилась в Индии Была передана в свое время Индийским мудрецам Нашими Про отцами Вот, и они И там она сохранилась Что-то немножко они там под себя сделали Что-то нужно сейчас восстанавливать Учитывая наши Широты И учитывая наш Климат Вот, но в любом случае Уже, опять же, делаю там дизайн Исходя из С учетом этого вот как раз Этой науки Которая рассказывает, что и как должно быть устроено в доме Чтобы этот дом стал вот Другом, лекарем, братом, товарищем Чтобы человек мог в нем восстанавливать свои силы Вот Ну, так, если вкратце То это Вот как-то так, да? Вот как-то так, да Да, ну, давай теперь По терминам пройдемся Чтобы как-то все расставить на свои места Гороскоп Все-таки Это не русское Не славянское слово Как-то вот Как тебе Оно, на твой взгляд, вяжется Словом ведическое Все-таки ведичество Это вышло из Руси Распространилось на Ближний Восток На Виндию Другие регионы Это понятно Ведическое А вот гороскоп Оно же не совсем ведическое Не совсем русское Не славянское Как они между собой сочетаются? Ну, почему не славянское? Если Наши предки Опять же Возвращаясь Да Никогда Вот вы говорите Вот будет Праздник Тары Вот И ведический Вот как бы Гороскоп Он весь полностью завязан На взаимоотношениях И на Пропитано Божественными Божественными течениями Взаимодействия планет Как личности То есть там планеты Рассматриваются В ведическом гороскопе Да, вот Ведической астрологии На сегодняшний день Называемой Индийской Вот Опять же Знания были В свое время Педы Да Вот Да, там уже много Наработок И они сделали То есть Много Люди Силу Потратили Вот И сохраняли Это Большой Низкий поклон За это Вот И сейчас Они удивлены Когда наши Тоже приезжают В Индию Да Вот именно Наши Славяне Из России Подчеркиваю Из России Они Вплоть до того Что Бандиты Индии Они отличают Вот В школе РАО И так далее Они Они очень Хорошо Отличают Нас Даже от Украинцев Отделяют И Как бы И Говорят Так как Русские Вот Занимаются Да Россияне Да Россиянки В основном Там конечно Вот Ну и Мужчины Слава Богу Тоже есть Вот Как говорят Они Вот Поднимают Вот это все Это Так никто Не делает Так никто Не занимается И они С удовольствием Отдают Эти знания Которые Они Сохраняли Там Очень много Движений На направлении Течений Но они С удовольствием Нам Отдают Эти знания И Видят Как мы Очень быстро Связываем То что Они Даже Связать Не могли И это Уже Говорит О том Что Мы Просто И они Очень часто Говорят Так Что Говорят Вы не Учите Вы Вспоминаете Вот Кто Попадает В Индию Изучает Ведическую Астрологию Там Вот В Индии Да Многие Даже Большинство Из России Они Слышат О том Что Эту фразу Вы Вспоминаете Вы просто Вспоминаете Я тебя понял И это Не к тому Что у нас Этого не было А к тому Что слова Не наши Вот Например Гороскоп Раньше Называлось Звездочтение Ну Да Но Это Просто Сейчас Ну Погрязнуть В терминах На самом деле И когда Да Когда раньше Говорили Например Звездочтение И Даже Всем было Такое Понятно Представление Как Звезды И земли Не звезды И планеты Потому что Планета Это и так Блуждающая Звезда Переводится Звезды И земли Звездочтение Тогда всем было Понятно Что да Это наше Ведическое Просто Очень много Иностранных Слов Смысл Которых Мы иногда Не понимаем И когда Кто-то Говорит Например Планеты И звезды То Встает вопрос А о чем Ты так говоришь О звездах И звездах Вот Да Так что Просто Про термины И тогда Многие вещи Остановятся Понятны Если же мы Говорим Про то Что мы Должны Вспоминать Мы помимо Вспоминать Образов Должны Еще Вспоминать Наши Представления Слова Какие-то Потому что Кто мыслит Своими словами И правильными Образами То в этом случае Он правильно И живет Вот к этому Ладно С этим разобрались Дизайнер Давайте Перетермина Дизайнер Возьмем Дизайнер Тоже Все-таки Не совсем Наша А вот Было у нас Что-то Такое Что Чем можно Было бы Заменить Слово Дизайнер Если уж Мы про Ведическое Как это Рукотворчество Как есть такое Рукотворчество Ну Тот Который Ладит Украшает Дом Вот Очень Я не знаю Я честно Говоря На сегодняшний День Стараюсь В этом У меня Наверное Проблема Но я На сегодняшний День Больше Не термины Стараюсь Придумать Какие-то Там Вспомнить Чем я занимаюсь А больше Пока Все-таки Уделяю Внимание Внимание Самого Процесса Меня волнует Я человек Процесса И я уже Тут Мы Эту Тему Подняли Недавно В этом Году Уже У нас Собирается Такой Уже Коллектив И потихоньку Да Коллектив Который Начинает Синтезировать И Ваше Радио Просто Как-то Сразу Появилось В пространстве Вы тоже За этим На самом деле Я прослушала Лекции Посмотрела Кто у вас Был И вот эти Все люди Они Действительно Пока Разрозненные Но потихоньку Помаленьку Я вижу Идет процесс Который Говорит о том Что мы потихоньку Собираем Все это вместе И Наверное Найдутся люди Которые Точно Найдут Слова Слова И определения Новые слова И новые определения Потому что Та же зима Не называлась Зимой Она называлась Морза Вот И Теперь мы все знаем Что это зима И пока Нужно Как бы ждем Будет у нас Как это Как говорят Живые Живые Да Вспомним то Что живо И то что Прорастет Заново И надеемся Будет Так же Употребляться Потому что Какие-то Да Много слов Иностранных Все-таки 300 лет Из нас Точно Все это Выбивали Даже не говорю Что Как-то Мягко А сейчас Дети Современные Совсем Они даже Этих слов Тоже Русских Не помнят Хотя С удовольствием Воспринимают Как будто Да Когда начинаешь Говорить по-русски Они очень С удовольствием Это перенимают И Начинают Говорить Нашими Словами Это очень Радостно Вспоминает Наши слова Как ты уже говорила Хорошо По поводу Мерзый И других Тоже Определений На самом деле Россия Довольно Большая страна И в каждом Районе В каждом Регионе В каждом Месте Были какие-то Свои Определения Поэтому Нисколько Не стоит Удивляться Что здесь Говорили так Здесь Говорили так Ну да Сейчас Принята Зима Все-таки Зима Более привычная А дальше посмотрим Как оно будет Дальше Поглядим А по поводу того Что надо объединяться Для этого радио сделано Не для того Чтобы себя показать И наслаждаться на лаврах А для того Чтобы объединять людей Это как площадка Которая объединяет Разных людей Которые изучают Нашу древность И не чтобы здесь Ругались и дрались Кто круче Кто там правильнее говорит А чтобы просто Вносили свое А уже дальше Будем разбираться Где более верно Где более точно Что-то отражено И может быть Целая мозаика Целостность мозаики Будет восстановлена Нашей древности Хорошо С этим разобрались А теперь давай Посмотрим Рассмотрим вопрос А как ты докатилась До жизни такой Что вот Ну занималась дизайнерством Все у тебя было хорошо Ну астрология интересовалась Гороскопами И вдруг наткнулась На мироустройство То что называется Васта Ну нет На самом деле Все Все наоборот Да Все наоборот Астрологией Это как раз Я совсем недавно Занялась Вот И сейчас Очень много усилий Прикладываю Для того чтобы Действительно Выйти на уровень Тот который Люди выходят Десятилетиями Конечно Потому что В Индии Да Они начинают Это все Изучать Восемь То есть у них Вот Они в школу идут И начинают Изучать астрологию Ну молодцы Ну хорошо Вот как А у меня наоборот Да То есть я спокойно Занималась Своими дизайнами Но у меня Видимо Это действительно Как это Недоработанная карма Там Или еще что-то Вот Но я поняла Что Ну как бы Я как бы Всегда знала Что Есть какие-то Правила По устройству Дома Есть правила По тому Как Как что Должно быть Расположено Есть правила По украшению Дома Вот И какие-то Вот Плюс Мое увлечение Эзотерикой Говорила о том же Что да Что даже То что там Строят Те же Масоны Да Вот эти вот Украшения На Зданиях Которые там Вот они строили Там Три Ну вот В Москве Да Полно таких зданий И вот эти вот Даже Господи Наличники Вот На На Окнах На Этих Старых Зданиях Это все Имеет Значение То есть Вот эти Украшения Они не Просто так То есть Все вот Эти вот Какие-то Там Анкирочки И так далее Это все Петушки На крышах Это все Было Сделано Всегда Делалось С определенным Умутством И в принципе Даже Это же И в институте На самом деле Архитектур В любом Когда Рассказывают О стилях То Так же И говорят Что Вот люди Веровали В то-то И делали Какие-то Украшения Там На своих домах Вот Ну и Я начала Искать Все понятно С Римом Все понятно С Там Не знаю С С африканскими Такими-то Мотивами А что же Ну как же Это делалось На Руси Вот И что Из чего Исходило Вот И уже Начала Искать И вот Вышла На Изначально На Вот То что Есть Ага Славянское Это значит Древнеславянское Это ведическое Древние Там Древние Веды Арии И все Такое И значит Вот Это вот Наука Васту Значит То что Описывается Ведах Это называется Васту На сегодняшний Васту Это На Хинди Вот Так В принципе Если Ведическое Слово То это Схапати Схапати Веда Идет Да Вот 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 так Как-то А потом Уже Когда Начала Изучать Эту Науку Здесь Как-то Искать Какие-то Концы В общем-то Судьба Сразу Распорядилась Так Что я Попала В Индию Попала Сразу К Брамину К Брамину В обучении Которые Семью Браминов Которые Этот Значит Знание Сохраняли Именно Для передачи Нам Вот И Начала Обучение У него Чему Очень рада И там же Познакомилась Сразу С астрологией Которая Тоже Относилась Так До Поездки В Инди Относилась Так Это Ну Очень Скептически Очень Скептически Потому что Многие вещи То что Я имею ввиду То что Вот сейчас Западная Астрология Я имею ввиду Ту западную Астрологию Которую Вот В журналах Печатают Да Она же Вот Ну Скептически Так Относится К этому Ко всему В принципе Это вот Свойство Западного Человека Вывести Ну Как бы Сделать Бизнес А когда Делается Бизнес То Там все Упрощается И Начинается Расхождение Вот Во многих Вещах Ну вот Хорошо Что ты Приехала В Индию И что Сразу Тебе подошли Брамин И сказали О Великая Наталья Давай Мы пойдем Тебе Будем Разгадовать Знания Ваши Древние Как все произошло Нет Мы конечно Туда ехали Уже Заниматься Вот Просто Я когда Начала Рассказывать Что я Увидела Такие-то Закономерности Да То Мне сказали А ты не хочешь Поехать В Индию Я говорю Зачем Ну вот там Учиться Там Хорошо И мы Нет Мы туда поехали Именно Не с прогулкой Не с йогой А именно Конкретно Познавать Эту науку И это Складывается То есть Когда человек Идет по своему пути То пространство Складывается Тут Написал Человек В чате Дизайнер По-русски Любодел Хорошо звучит А я тут Задал вопрос А какие Можно подобрать Русские аналоги Слово Васта Человек Сразу спросил А что это такое Это вообще-то Волнос Я говорю Написано Что Наталья Вастовед Дизайнер Ведический Астролог Даже вот такие Недоразумения Уже люди слушают Наши радиослушатели Слушают эфир И задают А что это такое Настолько это слово Интересно Вот здесь сразу Данил сбрасывает Васта Шустра Шастра Васту Шастра Да Шастра Это наука Строительства Архитектуры Традиционная Индуистская система Архитектурного Планирования И дизайна Преимущественно Используется В индуистской Храмовой архитектуре Но также Наход широкое применение В скульптуре Танцах и поэзии Основателем Васту Традиционно Считается Мудрец Майян Хотя в течение Многих веков Васта использовалась В основном В планировке Дизайне Культовых объектов Начиная со второй Половины Десятого века Васта все больше И больше Применяется В гражданском Строительстве Вот такие у нас Образованные люди Видишь Подбрасывают Стандартный набор Который люди читают И сейчас Очень Тоже Опять же Продвигают Именно Васту Шастру Именно Майян Это Британская школа И так далее Вот У них все очень просто Там Это туда Это сюда Такой знаете Фэншуйский Подход Как Фэншуй Вот Хотя Фэншуй тоже Очень Серьезная Наука Которая Не та Которая Опять же Да Популярная Сейчас Вот Скажешь людям Фэншуй И они А Я говорю Вот Меня Коробят Но я Когда быстро Хочу объяснить Я говорю Ну это вот Как фэншуй А Ну мы знаем Фэншуй 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 Ура Ура Мы поняли Что это такое Типа Куда Лягушечек Ставить Куда Там Еще Кого-то Поместить И все Такое И потом Когда Начинаешь Человеку Рассказывать Как На самом деле И Отражается На его жизни И что такое На самом деле И фэншуй И васту Потому что Фэншуй Тоже очень Такая Серьезная На самом деле Когда Человек Мастер Фэншуй Который Изучает Также Китайский Уже Гороскоп И Отношения Там Взаимоотношения С Первоэлементами То конечно Это очень Серьезная Серьезная Наука На самом деле Единственное Отличие Ну как Не единственное Отличие Но Вот Такое Глобальное Отличие Васту И Фэншуй В том Что Фэншуй Он больше Такой Знаете Материальный Я бы сказала Мужской Да И Такой Который Направлен Вот На конкретную Задачу На конкретное Действие Вот Чего ты Хочешь Допиться И вот Ты Как это Как это Сейчас еще Есть такое Модное Иностранное Слово Коучинг Вот Оно тоже Будет Более Понятно Разным Людям То есть И он Значит Пространство Формирует Вот А Васту Это конечно Все таки Направлено Именно На гармонию На гармонию Все Вся наука Васту На самом деле Закручена На то Чтобы Через Через нее Через обустройство Дома Человек Познавал И себя И совершенствовал Себя Вот То есть Это глобальное Такое отличие Глобальный подход И когда вы делаете Дом свой Исходя из Правил Васту То конечно Гармонизируется Все Это гармонизируется И отношения Самое первое Это личность Да Личности Которые находятся В этом пространстве Взаимоотношения Поведение Да Взаимоотношения Между ними Поведение То как они себя ведут По отношению Друг к другу Вот И потом Это Также Отражается И в работе И на здоровье В общем Любую Любую сферу Какую вы берете Взаимоотношения С родственниками Которые даже Не живут С вами Когда вы Что-то делаете В своем доме В определенном Секторе То Как Как Вот Потом приходит Ой Какая удивительная Вещь Вот мне Тут Вот У нас Вот там С мамой Наладились С отношения С папой Там Разобрались Да То есть Какие-то Такие вот Даже вещи Которые Там С братьями Сестрами Вот И Васту Она как раз На Эта Система Которая Гармонизирует Все Все Сферы Жизни Васту Да Васту Шастра Как раз За архитектуру Отвечает Но Васту Сама По себе Это такая Наука Которая Отвечает И за Ткани И за Какие-то Как это И за Прическу Там Да Даже Какую Прическу Правильно Носить И за Одежду Вот И как Сад Сделать И как Гончарное Искусство И как Резать Там И по Металлу Как Металлы Обрабатывать То есть Васту Виде Она Вообще Отвечает За Все Сферы Жизни Человека Как Обрабатывать Ткани Какую Мебель Как Изготавливать Как Делать Какие Делать Игрушки Вот И И Использование Машином Механизм Тоже Там Вот Это Все Это Все Васту На самом деле На самом деле Васту Это Все Из Чего Состоит Материальное Проявление Полностью Я Вот Задал Вопрос Какие Можно Подобрать Слова Аналоги Да Или Составные Из слов Фразы И Вот Здесь Вдут Уже Какие-то Варианты Во-первых То Что Мне В голову Приходило Это Мироустройство Например Миропорядок Ведомирие И Вот Еще Предложение Хорошее Миролад Миролад Да Очень Хорошо Звучит Что Это Ладострой И так Дальше Если Строится Ладострой Это Все Вместе Потому Что Ну Как Вы Понимаете Вот Это Проявление Мысли Проявление Божественной Мысли Это Вот Потому Что Устройство Космоса Это Тоже Васту Вот Так Вот По-большому Вот Если Мы Вот Так Берем Да То Это Тоже Будет Васту Ну Тогда Получается Ведомирие Подходит Потому Что Ведание Мира Всего То Как Оно Все Устроено Как Это Ну Тогда Получается Так Да Здесь Меня Поправляют Когда Я читал Я сказал Десятого Века На самом деле Двадцатого Века Чуток Ошибся Извиняйте Уж Пожалуйста Хорошо Теперь Следующий Вопрос Который От меня Идет Вопрос В студию От меня же Так Ведь Ведь Не Все Мы Живем У Нас Есть И Очень Холодные Места И Слишком Холодные Места И Для Индусов Вообще Это Места Не Для Выживания Где Живут Крайние Жители Севера Так Вот Как Быть В этой Ситуации Насколько Васту Или Как Мы Ведомире В индийском Представлении Оно Подходит Для Нашего Благоустройства Жилья Для Одежды Например Поскольку Тоже К этому Относится Прически Те же Самые Под меховой Шапкой Как они Будут Смотреться Ну Вот Все О чем Ты говорила Да На самом деле Изменений Немного Единственное Что Они Сделали Это Просто Они Отсекли То Что Им Непонятно Просто Там Я Для себя Сделала Уже Такое Определенный Вывод Что Люди Просто Используют То Что Они Могут Использовать И Очень Много Непонятно Почему Вот так Можно А так Нельзя Вот Когда Мы Можем Использовать Все На самом деле Все Что Там Есть Но Учитывая Наши Климатические Условия То Есть Там У них Например Очень Часто Вот Особенно Школа Майна Говорит Вот Вход Там Должен Быть Севера Или Свостока Вот На самом деле Нет Если Мы Копаем Глубже Изучаем Все это Глубже То То Понимаем Что Для Каждого Вход Должен Быть С Разных Сторон Отдельно Для Каждого Человека Нужно Смотреть Что Для Него Будет Лучше Не Получится Какая-то Кроличья Нора Где Вход И Лисия Нора Вход И сюда И сюда И сюда Выход Здесь 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 Ну Вообще Выхода То Из дома Должны 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 В любом Случае Например Куда Они Должны Быть Направлены В наших Условиях Российских Ну Больше Всего Конечно Есть Смысл Использовать Все-таки Восточные Западные Входы Вот Ну Как Это Понятно Что Если Севернее То Северный Вход Там Лучше Всего Как бы Прикрывать И Закрывать Да От Если Какая Нибудь Карелия То Конечно Там Где Будет Очень Холодно То Север Нужно Прикрывать Вот Но Обычно Все-таки Деревья Там Сажали Да Вот И Так же Как И В Индии Все-таки Да Они Стараются Южные Окна Не Использовать У нас Конечно Южные Окна На Севере Нужно Использовать Это Просто Естественный Будет И освещение Естественное И Естественный Антисептик То есть Когда Попадает свет Да Вот Солнечный свет В дом Он Очищает Этот дом Да И Это Все-таки Будет У нас Это все-таки Больше С юга Идет Вот Вот Но Место Где Мы Спим Все-таки Должно Быть Более Прохладное Поэтому Так же На юго-западе Делать Окна Особо Смысла Нет Как бы Большие Там Окна Делать И все Такое То есть Дать Возможность Чтобы Этот угол Не Нагревался Сильно Вот Такие Такие Вот Вещи Они Очень Практичные На Сам Деле Вот Я когда Общался Сейчас Вот Я буду Ясно Говорить Про юг Про север Когда Мне приходилось Общаться С потомственными Казаками И Таким Не просто Которые Помнят Свои ближайшие Там Дедушку Бабушку Но и туда Подальше И вот Нас Зашел Разговор Про то Как строили Казачьи Какие были Жилища Ну естественно Так Говорю Ну вот Мазанки Он говорит Сейчас Мазанки У нас Говорит Потолки Были 3-4 А то и 5 метров Мы до этого Еще не дошли Просто Да Да Нет Просто сейчас Говорю А как же Вот там Это Отапливание И он там Нарисовал схему Просто взял Так Давайте нарисую И нарисовал Так Вот это Вот это Мужская часть Вот это Женская Вот это Общее Вот это Вот это Вот это Вход отсюда Вход отсюда А северное Смотрю У тебя на северное Окон Он говорит Да На северное Никогда Окна не делали У нас вообще Было все Заперекрыто Это Казаки Которые Не Сибирские Казаки А вот Донские Казаки И у них Не было На север Окон Представляешь Да То есть Что там Получается А если Да Если уж Мы говорим Про северное То там Что там Говорить про север Так что Очень интересно Хорошо У нас Приблизилась Так незаметно За нашим Разговором Музыкальная Пауза Давай Как наверное Перейдем на нее А потом Дальше Продолжим Общаться Да Хорошо В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 29 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 28 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Те кто Отмечает День Боги Дентары Тех я поздравляю Сегодня у нас Седмица И напомню Что Наталья Главная Сведущая Рассказывает Нам о том Что такое Правильный дом Вернее Пытается Рассказать Потому что Я очень много Вопросов Задаю Много Вставок Всяких Делаю От себя И то Что еще В чате Зачитывать Успеваю Напоминаю Что вопросы Мы принимаем Из чата Народного Славянского Радио Для того Чтобы Задать вопросы Вам необходимо Попасть на сайт Славомир.орг То есть Набрать в любом Поисковике Народное Славянское Радио После этого На сайте Славомир.орг Найти Слово Чат Нажать на него Вы Окажетесь Перед Таким Регистрационным Окошком Небольшим Где надо будет Придумать Логин Пароль Один раз Это делается Если уже Придумывали То просто Введите Логин Пароль И все И после этого Будете уже В чате Общаться с друзьями Задавать вопросы К нам В эфир Итак Я тебя прервал С рассказом О том Как встречался С казаками Мне рассказывали Про казачьи Устройства А ты Про сколько там должно быть У нас окон дверей Куда они должны смотреть Если мы на севере То выходы лучше На юг делать Вот давай продолжим Мы так немножко Перескочили На самом деле Ну тогда давай Вернись к тому Откуда мы не должны Были перескакивать Вот оттуда Давай начнем От печки Окна, двери Да, печки Все такое На самом деле Конечно Когда Прежде чем дом Ставить И делать Нужно понимать Для чего ты этот дом Делаешь Да Вот Кто в нем будет жить И как он должен быть Да А потом уже Вот как раз Заходить уже До этого До размеров Да Так же как И у казаков И так далее Это так же Сохраненные Эти знания Так же Васту Тоже говорится О том же Что дом Маленьким Быть не должен Вообще Ни при каких условиях То есть Все таки Договорим Эту тему Да Что То В чем мы сейчас Большинство людей Живут Это конечно Просто угнетает Личность Вот Угнетает тех людей Которые Там находятся То есть Не дает им Расправить Как говорится Крылья Прочувствовать Себя То есть Постоянно Находя Личность Под давлением Потому что Как бы У нас забрали Такое понятие Как душа Вот Мы все Знаете Как отрубают Такое И то Чем я сейчас Больше всего Занимаюсь Напоминаю Просто людям О том Что они душа Вот Что они Душа Которая Воплотилась Здесь В физическом Теле Да Чтобы Выполнить Свою Какую-то Задачу По совершенствованию Себя Самой То есть Душа Самосовершенствуется И преодолевая Задачи Материального Мира Вот И Конечно Когда Люди Об этом Вспоминают Они уже Они Тогда Как-то Осознают И Уже Стремятся Выйти Конечно Из этих Клеток Особенно Когда Люди Живут В городах В этих Клеточках Которые Со всех сторон Зажаты А так В принципе Дома строили На Руси Всегда Строили Большие Дома С высокими Потолками И Эти 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 Знания Были Переданы Также В Индии Не строят Да Храмы Большие Но Васту В Индии Знает Не знаю 1% Населения На самом Деле Вот Они Тоже Подвержены Влиянию Вот Эти Тех Тех Цивилизации Да Которая Заставляет Делать Какую-то Ерунду Всю Жизнь Вот И Очень Мало Количества Людей Могут Вырваться Из этих Аков Вот Да Дома Строили Большие С высокими Потолками Потому что Наше Физическое Тело Оно Меньше Чем Наше Ментальное Тело Да То есть У нас Много Много Оболочек Которые Должны Тоже Комфортно Себя Чувствовать В Помещении Где Физическое Тело Отдыхает Да Где Присутствует Там Где Набирается Сил Вот Потому что Ну Так Так Устроено Что Есть Физическое Тело И Ему Нужны Определенные Критерии Дома Да Ну вот Смотри Ты сейчас Горишь Такие Интересные Вещи На что Некоторые Современные Люги Могут Так Возразить Скажут Например Ну а как же Жить-то По-другому Ну вот Да Купили мы Эту квартиру И там В очереди Стояли Столько лет Там еще Бабушка Записывалась А мы Только Получили Ну какая Есть Такая есть Все же Живут Ничего Не парятся И нормально Все хорошо И счастливые Семьи даже Встречаются А как же Поговорка И с милым Райши Лаше Правда Не договаривают Если милые Это аше Ну да Вот именно Что вот эти все Я сразу Говорю Что всем Что давайте Прекратим Уже это С хлоплодием Этим заниматься Потому что Живут же Нет Не живут Я проверяла Я реально Очень Серьезно Отношусь К этой теме И действительно Моя Тоже Задача Не в том Чтобы там Просто там Васту Заниматься Да А я Я тоже Душа И у меня Есть Свои задачи Вот одна Из этих задач То чтобы Рассказать людям О том Что Надо все Ставить На место Уже Уже сейчас Надо начинать Да И нет Не живут люди Вот по всему Многоквартирному Дому Можно Вот Подъезд Зайти И просто Вот поговорить С людьми Как они На самом деле Живут И живут Плохо Живут В зависимости От того Какое У них Жилье Если у них Там Относительно Вас Проблемы Да В жилье У них Такие Эти все Проблемы Они Также Отражаются У них В жизни Потому Что То пространство В котором Мы Находимся Вот это Я говорю Это кармический Как это Как это Сказать По русски Да То есть Это Такие Вот Это Как это Это не Жилье Это Это Пыточные Помнанты Да Пыточные Квартиры Часто Вот И те Условия В которых Люди Вот Сжимают Себя Это Как это Сами Себя В тюрьму Посадили И В ней Находятся И еще И боятся От нее Отказаться То есть Выживают Еще Этим Гордятся Что у нас Есть место Для выживания Да Потому что У нас Сознание Очень Сильно Изменено И Это Знаете Это Как Вот Нельзя В море Находясь В море Пить Морскую Воду Да Вот Если Ну Произошло Там Какое Нибудь Крушение Да Или Вы Там На лодке Далеко Упыли И у вас С собой Воды Нет Вот Лучше Совсем Ничего Не пить Чем Вдруг Начать Пить Морскую Воду Почему Потому Что Соленая Вода Вам Будет Казаться Что Вы Еще Хотите Пить Еще То есть Человек Пьет И не Напивается Потому что Соль Начинает Разъедать Изнутри То есть Выкачивать Какие-то Может быть Запасы Которые Есть В организме Вот И человек Начинает Он просто Умирает Тут же Быстро То есть Он все Пьет 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 И не Может Остановиться Это Такой Есть К сожалению У нас Механизм В организме Да Вот Когда человек Вот Как это Мозг Отключается Большинство Но Много Людей Много Людей Которые Сейчас Вот Ну В таком Мало Малой Осознанности Живут И Конечно Задача Такая Чтобы Пробудить Как можно Больше Людей И Тогда Но При этом Опять же Посмотрите Если Мы Берем Начало Прошлого Века Дома Да Вот Даже Многоквартирные Которые Строились Они Не Строились Вот С Маленькими Потолками Или С Узкими Комнатами Больше Больше Того До 60-х Там Годов Женщины Тоже Между прочим Не Работали Да Многие Ну Военное Время Понятно Но Женщина Имела Право У нее Был Выбор Работать Или Не Работать Например В том Числе Вот Это ты про Какое время Работающее На стороне Женщины Это были Как правило Или неблагополучные Семьи Или Когда еще Нет своей Семьи Вот тогда На фабрике Фабрики становились Тогда очень много Молодых Девчонок Там работало И Уезжали Многие Бежали Вернее Скажем Так Из сел Для того Чтобы себе Найти Какого-то Такого Хорошего Мужика Хорошего Мужчина Мужа И все Знали Прекрасно Что на фабрике На заводе Мужчина Зарабатывает Намного Больше Нежели Чем Где-то В деревне В селе Вот это Было Да И поэтому Женщина Которая В селе На кого-то Там Батрачила Это Был Вообще Нонсенс Это Вообще Что-то Непонятное Было Вот Так что Женщина Всегда Трудилась Дома И Все Хозяйство Это Все Женщины Самое Интересное У меня Сейчас Вот Я Углубилась Уже В астрологии У меня Тут Даже Еще Чистая Астрология В какой-то Момент Пошла И Знаете У меня Женщина Сейчас Руководители Крупной Компании Есть Знакомые Да Ну Как Которая Просили У меня По астрологии Что-то Им Рассказать Вот Они Просто Я Начинаю Объяснять Просто Вот Ведические Знания Передавать Потому что Я говорю Вот У вас Там В жизни Задача Такая Такая Это Душа Хохочет Изучить То-то-то-то И Потом Доходим А что Нам делать Я говорю Вы должны Вспомнить Что вы Женщина И Начинаю Объяснять Все Как Говорится Плюсы Плюсы И Минусы Когда Произношу Фразу Что Женщина Может Не Работать Они Говорят Пожалуйста Давай Отдельным Файликом Ты нам Это Проговоришь И Мы На Свой Телефон Запишем И Будем Переслушивать Что Женщина Может Не Работать Что Она Должна Заниматься Семьей Собой Семьей Поддерживать Мужа И Все В Большой Компании Современных Людей Особенно Молодых У кого Там Еще Или Ребенка Нет Или Первый Ребенок Только Маленький Но Многие Девчонки Так Просто Оскаливались На меня Поднимались Сказали Ты Что Так Разводишь Это Как Не Работать Дома Что Ли Сидеть Это Что Выть Поволчи Что Ли Дома Ты Куда В коробку Хочешь Загнать Ты Что Над Дами Издеваешься Все Нормальные Женщины Ходят И Общаются И У них Интересная Полная Жизнь И так Дали Меня Там Чуть Не Побили Нет Это Да Я могу Похвастаться Что Этот Воспринимают Это И Как Нацеливаются На Это Потому Что Да Три Года Назад Фраза Мама Что Вы Так Убиваетесь Вы Так Не Убьетесь Она Была Стандартной На Сегодняшний День Уже Все Видимо Пройдет Мной Какой Этап И У У Больше Появляются Женщины Которые Готовы Именно Понимают Что Я говорю И девушки Молодые И женщины Понимают О чем Я говорю И Поддерживают В этом То есть Все больше Я говорю Что в моей жизни Все больше Людей Которые Начинают Поддерживать Это На самом деле Вокруг меня Тоже Людей Таких Много Я просто Как Пример Такой Привожу Не совсем Из моей жизни Но все Такие Случи Бывают Но Сейчас Меня Эти тенденции На самом деле Радуют И после этого Хочется Делать Еще больше Знакомить Людей Еще больше Расширять Этот круг Когда Те же Там Даже Говорит Что Как это Женщинам Не нужна Аскиза Женщинам Не нужны Тренинги Нужна Практика Развитие Внутренних Энергий И так далее Это Женщине Все Нужно Но Именно Практика Мягкая Женская Она Очень Мне Посчастливилось Быть На практике Одной Женщины Она Сейчас В Сочи Живет И она Приезжала Причем Я ездила Туда В Тюмень Я была В Тюмень В этом Году И там Как раз Была Практика Именно Женская Практика И они Конечно Очень Отличаются От тех Практик Которые Здесь В Москве У нас Например Дают Очень Как это Женские Практики Которые Написаны Мужчинами Вот И Все Эти Тренинги Конечно Больше Выбивают Женская Женщина Чем Дают Вот Но Все Таки Есть Такие Мудрые Женщины Которые Тренеры Которые Дают Именно Женские Практики Вот И Делают Рассказывают Женщинам А женщинам Какие Они Должны Быть Вот Но Это Все В итоге Все Таки Приводит К гармонии И К смене Жилья То есть Женщина Когда Понимает Что Кто Она Что Она Она Уже Не Хочет Жилья Жить В том Чем Ей Вот Навязывают Каждый День Она Не Хочет Того Повезения Которое Вести Себя Так Как Ей Навязывается Там С Экранов И так Далее Не Хочет Уже Носить Ту Одежду Которую Там Завешенные Всяки В магазинах Вот Начинают Начинают Что 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 Искать Своё Другое Вот Ты Когда Сейчас Рассказываешь Мне Вспоминается Один Есть Такой Сюжет Видеоролик Когда Один Человек Рассказывает О том Как Николас Рокфеллер Насколько Я помню Объяснял Как Они Завоевали Весь Мир И Он Рассказывает В своё Время Мы Могли Управлять Только Одной Половиной Человечества Которые Нам Подчинялись Мужчинами И Нам Это Было Недостаточно И Потом Мы Стали Вводить Эмансипацию Стали Вводить Равноправие И Много Много Другое В конечном Итоге Дошли До Такого Уровня Осознания Что Женщины Стали Уже Защищать Свои Права Мужчинами Так же Горбатится И Получается Столько же Сколько И Мужчины И Когда Спросили А зачем Им это надо Он говорит Эй А дети Принадлежат Теперь Нам Потому Что Теперь Мы Воспитываем Детей И Что Мы Хотим Из них Сделать То Мы И Слепим Так что У них Всё Так Просто Ну И Хорошо А вот Когда Ты Общаешься С Девушками С Молодыми Которые Вот Равноправие В кавычках Потому что Равноправие Всегда Было У нас На Руси Только Оно Несколько По-другому Выражалось Равные Права Для Женщины Равные Права Для Мужчин Это Не означает Что Женщина Должна Была Как Мужик Идти С топором Махать А Мужик Должен Идти Детей Рожать Нет Просто Там Немножко По-другому Но Когда Ты Общаешься Современными Девицами Красавицами Которые Пропитаны Этой Ерундой Этим Равноправимой Эмансипацией С чего Ты начинаешь Чтобы им Дать Понять Что Девчонки Как-то Что-то Не то В вашей Жизни Происходит Я Как раз Начинаю То С чего Я Начала Здесь Говорить Это Я им Напоминаю Что Они Не Тело Я Просто Говорю Вы не Тело Вы не Тело Вы душа Вот И так же Говорю Что Опять же Напоминаю Что Вы У вас Есть Частичка Тары Да Или там Не знаю Лады То есть И на себя Женщина Должна смотреть Конечно Как на Несущую Вот эту Божественную Частицу В себе И когда Девушка О себе Думает То она Должна Понимать Что Вот Когда И вот Если вот этот Сам посыл Будет О том Что Я Вывожу Их Просто Не будем Сейчас Тратить Эфир На это Да Но я Просто Объясняю Что Вот Есть Что У вас Говорю Внутри В районе В районе Сердца Сердечный Чак Находится Вот эта Частичка Богини И когда Вы что-то Делаете Вы должны Ко всему Относиться Как вот С этой Точки Зрения То есть Когда вы Что-то Одеваете Когда вы Что-то Говорите Когда вы Что-то Идите То есть Это вот Вас Внутри Богини И вы Служите Этой Богини Которые Вот Внутри Вас Которые Вот Создала Весь Этот Мир Который Вокруг Нас Да Вот Если Вы Хотите Чтобы У вас В жизни Была Поддержка Помощь И был Правильный Мужчина Да В том Числе Вот Вы должны Понимать Кто вы И заботиться Об этой Богине Внутри То есть Осознать Кто она Что она Потому что Много же Проявлений Богини На земле Разные И в разных Женщинах Разные Вообще На самом деле Все люди Являются Именно Таковыми Вот И Я думаю Что чем больше Людей Которые Осознают Это Тем Будет Лучше Я Также Объясняю И потихоньку Там Какие-то Практические Советы Идут Да Вот То есть Пробуждаешь Вечное Доброе Прекрасное Да Хорошо Ну вот Мы так Вокруг всего Да около Ходим В общем Дома Должны быть Большие Где много Пространства Высокие потолки Они должны быть Правильно ориентированы По сторонам света Скорее всего Да Должно Должно быть Желательно Два входа Да Чтобы учитывать Север и юг Там Откуда солнышко сходит Куда оно заходит Где жарче Там может быть Погреться Да Где холодно Там может быть Прикрыться Деревья Ты назвала Высокие Которые севера От ветров Прикрывают Это здорово Давай дальше Разберем У нас еще до музыкальной Паузы есть Некоторое время Продолжай Я просто так вот Накидываю А ты продолжай Понятно Все сказал А теперь продолжай Да Нет Ну почему Все Ну ты меня не обижай Как я могу все сказать Я не такой умный У меня голова Никак у слона Ты уверен в этом? Да Я в зеркало Только что смотрелся А ты уверен в этом? Что это именно так отражаешься Потому что все же проявляются В зависимости от того Как Ладно Не раскрывай военную тайну Все Переходим к домам Переходим к домам Да Все-таки переходим к домам Да И мы должны опять же Продолжая то же самое Да То есть мы понимаем Что душа живет в теле А тело живет у нас В доме И тело Это как храм души Тоже заслуживает Чтобы И несет с нами Нагрузку Да Какую-то Тоже заслуживает Жить вот во всем этом Хорошем Вот И Все-таки Наверное уже Ближе К обустройству Наверное надо Да Какие-то Дать Давай-давай Какие-то направления Мысли Мысли Да Ну просто Вот Смотри Есть Что важно еще Кроме вот того И почему Как вот у меня спрашивают Почему дом не может быть круглым Вот А суть в том Что На нас воздействуют Разные энергетические поля Да Есть энергия Которая идет С севера на юг Есть энергия Которая идет С запада на восток Есть энергия Которая идет с востока Разные энергетические потоки На самом деле Идут Да Вот И так наш мир устроен Мы просто Не будем В науку Сейчас На радио Да Входить Вот Но Нужно понимать Что все еще и состоит И Ну как бы Из чего вот это все Создается Создается все Из первоэлементов Вот И в асту Используется Пять первоэлементов Вот Это вода Земля Огонь Воздух И эфир Вот И формируются Эти первоэлементы Как раз Вот В разных направлениях То есть условно говоря Солнце просыпается На северо-востоке Да Вот И оттуда приходит Энергия жизни То есть солнце Это жизнь Вот Несет нам Свет Тепло Вот И на северо-востоке Там же Властвует Первый элемент Воды Вот То есть Вот Как бы Которые Питает Дает Нам То есть Если вот Зерно лежит Да Вот Его пока Водичкой Не польешь Оно Не прорастет И плода Не даст То есть То что Дает Толчок К жизни К раскрытию К росту Вот И это все дело Находится на северо-востоке Дальше Идя дальше Да То есть Мы попадаем На юго-востоке У нас Присутствует Огонь Вот Такой Первый элемент Как огонь Причем Нужно всегда Помнить Что огонь Это Он очень Разнообразный Да То есть Есть Божественный огонь Есть Мирской огонь Есть Огонь Трансформации Есть Огонь Питающий Есть Огонь Разрушающий Да Сжигающий Вот Это все дело Находится на юго-востоке Вот Дальше Первый элемент Земля Он находится На юго-западе Это Юго-западный Сектор Вот Именно Соединение То есть Если мы по кругу Идем 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 Да Вот У нас Вот Огонь И приходит Он в землю Да И это все дело Первый элемент Земля Находится На юго-западе Также На западе Вот И там же Кстати Вот То что будет Очень интересно Юго-западный Сектор Еще отвечает За Энергию Рода Как раз Вот Вот эта Земля Да То есть Суть в том Что Пока зерно Если Зерно Попадет Воду То Оно Растворится Да Если Зерно Попадет В Много Ветра Будет Оно Исушится Если Зерно Попадет В огонь То Оно Сгорит И только Зерно Попавшее В землю И пропитанное Вот этими Водой Там Теплом И Будет Воздух Да Когда То Это Зерно Прорастет И В итоге Получится Какое-то Растение Которое Принесет Свой Плод Вот Это Первые Элементы И Эфир Это То Что Когда Эфир Пропустил Северо-запад На Северо-западе Находится Элемент Первый Элемент Это Воздух Да Который Нас Вдохновляет Который Приносит Прохладу Свежесть В жизнь Вот И Когда Эти Все Первые Элементы Соединяются Получается Они Соединяются Центр Это Получается Энергия Эфира Если Дом Круглый И В нем Вот Этих Углов Нет В которых Эти Первоэлементы Могут Как бы Задерживаться И Там Как-то Концентрироваться То Вся Эта Энергия Она По кругу Носится Я Просто Спрашиваю У людей Которые Живут В круглых Таких Домах Особенно Если Это Дом Именно Построен Дом И он Круглый Вот Очень Часто Такая Жалоба Что Просто Люди Не Высыпаются Очень Много Очень Много Уходит Какой-то Энергии Очень Много Разбалансированности И Люди Себя Плохо Чувствуют Не Могут Выспаться В таких Домах Поэтому Дом Не Может Быть Круглым Потому Что Эти Первоэлементы Они В круглом Доме Не будут Сбалансированы Хорошо Давай Сейчас На этом Мы Остановимся Напомню Что Мы Говорим Про Квадратный Дом Который Похож На Квадрат Сверху Смотреть И Он Который Хорошо По сторонам Света Своими Плоскостями Ориентирован Тогда У нас Получается Что Северо-запад Северо-восточный В общем Вот эти Все Моменты Они Все Очень Хорошо Определены Продолжаем Слушать Музыкальную Музыку Хорошую Отдыхаем И После Этого Продолжим Разбирать Наши Заявленные Темы И отвечать В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из современных Календарей 29 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 28 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Седемится Поздравляю Тех Кто отмечает С днем Богини Тары Желаю Добра Счастья И Всего Самого Лучшего Наталья Главная Соведущая Рассказывает Нам О том Что такое Правильный Дом Мы До этого Поговорили О том Что Круглый Дом Не имеет Той Энергетической Составляющей Которая Присущая Стандартному Строению Ну И Вот Давай Наверное Все-таки Отметим Но Есть люди Которые Наоборот Утверждают Что Они Прекрасно Высыпаются Что Прекрасная Там Атмосфера Что Этот Купол Создает Некую Своеобразную Энергетику Что Даже Если У вас Концов Краев Нету Которые Направлены По Этим Сторонам То В этом Случа С купола Идет Получение Энергии Концентрация И Все Там Хорошо Замечательно А если Дом Из Эка Какого Нибудь Сырья Построен Солома Например Или Что-то Еще То Вообще Жить Да Не Пережить В соломином Доме Вообще Хорошо Жить Потому Что Энергетически Конечно Это Самый 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 Такой Материал Который Убирает Вообще Эко Соломы Саманные Дома Легкие Имеется Ввиду Легкие Самые Самые Которые Строют Он Конечно И Тепловой Имеет Защиту Очень Хорошую И Энергетическую И Сам По Себе Он Действительно Легкий И В нем Хорошо Жить В таком Доме Осталось Только Найти Столько Солома Сколько Нужно Для Строительства Дома Потому Что Там Две Фуры Две Фуры Нормально Хорошо Для Большого Дома Ну Это Только Если Соломы Сейчас Выращивать Потому Что На самом деле Конечно В Современном мире Даже Соломы Мы Не Нужно Найти В Нужном Количестве Я Знаю Что У Людей Большие Проблемы Потому Что Мы Просто Ничего Не Выращиваем На Своей Земле Кроме Котеджных Поселков И Честно Говоря Не Очень Понимаю Кто Эти Котеджные Поселки Будут В Итоге Заселять И Кто В Них Будет Жить И Кому Они Вообще Нужны Потому Что Я Поездила По Подмосковью И По России В принципе Особенно Подмосковье Естественно Все Котеджные Поселки Стоят Пустые Непонятно Для чего Люди Построили Я Не Очень Понимаю Жить На Земле В пробках Тратить Время Вообще Это Наше Устройство Конечно Очень Странное И Не Знаешь Даже С Чего Начать Чтобы Совсем Это Побыстрее Хочется Конечно Чтобы Побыстрее Все Изменилось Все Таки Видно Подвижки В том Что Это Меняется Вот Но Насчет Того Что Круглые Ну Нет Пока Молодые Да И так Далее То есть Может быть Подходит Энергетика То есть Люди У них Может быть Какое-то Что-то Ну Им Не Не Всем же Нельзя Нет Такого Чтобы Всем Было Нельзя Да Но Вот Даже Люди Которые Вели Такой Подвижный Образ Жизни То Они Жалуются В итоге В итоге Жалуются Да Какое-то Время Это Все Хорошо Может Солома Спасают Но Если В дом Не Соломы То Еще Хуже Вот Нет Из Бетона Из Бетона Там Наверное Какая Разница Что Круглый Что Квадратный Что Прямоугольный Хоть Пирамидка Из Бетона В Африке Из Бетона Да Ну Да В общем-то На самом Деле Ну Ладно Хорошо Соломный Хорошо Бетонный Хуже Вот Ну И Современные Технологии Они Тоже Хороши Там Какие-нибудь Лучше Они Чем Ну Мы Сейчас Перейдем Наверное Кроха Сынкацу Пришел Спросил Кроха Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Да Очень Понятно Круглые Дома На твой Взгляд Это То Что Все Так Нежелательно Давай Дальше Будем Разопределять Энергия Ну Это Знаешь Это Дом Для Кочевников У Которых Очень Как Низкие Потребности В этой Жизни На самом деле То Люди Занятые Чисто Вот Материальные Очень Материальные Люди Могут Жить В Круглых Домах Как Ты Обижаешь Кочевников Красивые Люди Замечательные Вот И Это Очень Нормально У них Задача Просто В жизни Быть Кочевником И Это Хорошо Для Них Вот Потому Что Как Ну Тут Если Вспомним Опять же Древность Да Люди Занимались На Разном Уровне Занимались Разными Делами И Жили В разных Домах Вот Кочевникам Хорошо В круглых Домах Если Вы Хотите Больше Образованию Духовности И так Далее То Все Таки Нужно Более Такой Прямоугольный Дом И Квадратный Дай проще Скажем Если Ваши Папа С мамой Или Предки Были Кочевниками То Конечно Наверное Юрта Для вас Очень Хороший Дом Если Все Таки Не Если Вы Хотите Расти То Дом Должен Быть Прямоугольным Если Вам Нужен Рост Движения Продвижения В мире То Дом Должен Быть Прямоугольным Хорошо Дальше Продолжаем Прямоугольный Дом Ясно По сторонам Света Дальше Продолжаем Спать Лучше Всего Там Где Земля Запад Юго-запад Северо-запад Можно То есть Если Делать Кухню Допустим Если Речь Перешли На То Как Все-таки Внутри Дом Устроен То Все Такие Женские Вещи Должны Быть На Юго-востоке Для Встреч С Друзьями И так Далее Использовать Хорошо Северо-восток Восток Да Вот Там Костей Устраивать И так далее Опять же Не для всех Есть очень много Людей Где-то 12-я часть Людей На земле Которым Хорошо Вообще Все это Дело На западе Вот Для чего И нужны Как раз Гороскопы Да То есть Первое Что нужно Понять Для кого Дом Вот И Понять Это Хорошо Из Как раз Астрологической Карф Вот И потом Уже Когда Планируете Дом Нужно Смотреть С какой Задачи Человек Пришел Понятно Что если Человек Будет Заниматься Каким-то Там Приемом Гостей И так Далее У него Восток Юго-восток Они должны Быть Такими Открытыми И очень Общественными Вот И Вход У них Там Тоже В дом Должен Быть С востока Ну Чтобы Слишком Много Не ходили По дому Вот Если Человек Какой-то Практичный Да То есть Он Занимается Купец Да Русское Слово Купец Да Вот То Ему Больше Все-таки Этим Людям Больше Нужна Нужен Вход Там Запада И Западные Все Эти Вот Вещи Вот Для Посторонних Да В том Числе Вот А Восток Будет Такой Для Семьи Вот Ну И То же Что Я Заметила Что Когда Вот Например Кухня Находится На Юго-Востоке То Женщина Лучше Себя Чувствует В Этом Доме Вот Если Кухня В каком-то Другом Месте То Женщины Очень Часто Чувствуют Себя Такими Обделенными Даже Если Это Не Так Даже Если Там Муж В Лепешку Разбивается Вот Не То Хочется И Вечно Чего-то Не Хватает Опять же Если Распределение Пространства Если Взрослые Спят Все Таки На Юго-Западе Западе Имеется Ввиду Сектор Дома Да Дети Спят Все-таки На Востоке То Дети Больше Слушаются Взрослых Если Как-то Получается Так Что Дети Вдруг Спят Там Дети Должны Спать Взрослые То Дети Очень Непослушные И Слада С ними Нет То есть Чулан Для таких Детей Делаем На Северо Востоке Детям Непослушным Вместо Чулане Душным Чтобы Они Слушались Побольше Хорошо Чуланы Вообще Нужно Делать На Западе Конечно То есть Для взрослых Да Чтобы Вообще Это Такое Ну Как бы Варство Предусматривает Вот Распределение Да И Какие-то Вот такие Вещи Как Чулан Хранение Вещей Это все На Западе Это все Туда На Юго На Юго Западе То есть Я имею ввиду Просто Когда я говорю Там Запад Юго Запад Имеется ввиду Сектор Сектор Дома То есть Он достаточно Объемный И там И чулан Поместится И спальня Да То есть Вот Условно Говоря Нужно Пространство Разделить На 9 Там Квадратиков Ну На 9 Секторов Равносторонних Как бы Одинаковых По объему И вот В этих Секторах Как-то Это все Дело Размещать Вот Размещать Какие-то Там Для Взрослых Да И Какие-то Места Для Хранения Лучше На Юго Западе Кухню Там И Творческие Мастерские И так Далее Но Это В принципе Логично Даже В точке Зрения Того Что Там Как Солнце Идет У нас То Понятно Что Светлицы Обед Приготовила Все Такое Села Вышивать Где Юго-Восток То есть Это Больше Как Это К вопросу Женская Половина Мужская Половина Мужская Половина Конечно Это Запад Юго-Запад Там Мужской Сектор Северо-Запад Да Там Где Что-то Такое Тяжелое Там Можно Хранить Там Можно Что Там Делать Там Прохладно Там На улице Наработался Домой Пришел И там Отдыхаешь Так Как-то Так Хорошо А Одноэтажные Двухэтажные Трехэтажные Здания Ну В принципе Чем Чем Выше Чем Больше Этажей Тем Хуже А Дочь Моя Вообще Сказала Кому Нужен Трехэтажный Дом На третьем Этаже Никто Жить Не Будет И Там Будет Все Время Пыльно Вот Так Что На самом Деле Где-то Ну Два Этажа Просто Я Исходя Уже Своей Практики Да Как Формирование Домов И так Далее Просто Я Понимаю Что Ну Два Этажа Это Оптимальный Вариант Для По Постройке Дома То есть Третий Этаж Чаще Всего На третьем Этаже Что Третий Этаж Если Он Как Крыша Да Можно Использовать Там Хорошо Вот Большое Пространство Так И Оставить Без Балок Без Перегородок Без Дети Бегали Играли Да В Холодное Особенно Время Понятно Что Летом Они Могут На Крытом Дворе Где-то Во Во Дворе По Полянкам Бегать Ну А Зимой Все Так У Нас Длительный Отопительный Сезон То Где Деткам Лучше Бегать В Каком Большом Пространстве Вот Его Как Раз Можно Под Крыши На Третьем Этаже Сделать А Для Дома Первый Второй Этаж Функционально Что Там На Первом Этаже Что На Втором Где Спальня Где Что На Первом Этаже Это Все Что Связано С Общественной Жизнью Гостиные Кухни Практически Такие Вещи Хранение Вещей И так Далее Спальни Располагать Нужно На Втором Этаже Причем Хозяин Дома В Двухэтажном Доме Должен Спать На Втором Даже Чтоб Быть Над Всеми Высоко Сижу Далеко Гляжу Всех Насквозь Вижу Без Рентгена Так Что Да Хозяин Дом Располагается Даже Вот Как Если Гости Останавливаются Опять же Это Гостевые Комнаты Делаются На Северо Западе В доме И даже Можно Если Кабинет Кабинет Главы Семейства На Юго-Западе На первом этаже Сделать Вполне Возможно Как раз Там Он Сможет Поработать И Людей Принять И так Далее И Посидеть Возле Камина Чаю Попить Своими Друзьями Детки В этот Момент Могут Быть На Втором Этаже Опять же В противоположном Углу Не Получится Ну Как бы Детская Восток Восток Северо-Запад Деток Туда Вот Вот Как-то Так Понятно Когда мы Говорили Про Квадратные Круглые Дома Как Совместить Да Можно ли Совместить Вспоминается Такой Анекдот Из Советских Времен Когда Переселяли Жители Севера Многоквартирные Дома Приходит Комиссия Проверять Как живут Переселенные Жители Заходят У них На кухне Собаки Бегают Понятно Стоят Сани Нарты Собаки Живут Открывают Здесь у вас что Здесь туалета Открывают Там олень стоит Понятно Так Это что Это ванна Тут тюлени Однако Понятно В комнату заходят Тут что у вас такое Это юрта Однако Так Понятно Это все занято А куда же вы в туалет То ходите Так за юрта Однако Вот Так что Как привыкли жить Так и живут Ну что ж У нас еще есть Буквально 9 минут До музыкальной паузы Что-то еще Добавим Может быть По тому Какое убранство Должно быть Внутри дома Чем украшать Куда Какие-то предметы Может ставить Ну так Финшуэ коснемся Да Там Где лягушечку поставить Какую там Монетку в рот Засунуть Да Ну Что мы располагаем Это у нас уже до мебели Да Добрались Пока еще не до мебели Нет Но если хочешь еще до мебели Что-то Вот пожалуйста Можешь 8 минут Посвятить До мебельному вопросу До мебельному вопросу Украшать Ну Шторки Различные Обереги И так далее Ну Тут уже нужно Касаться Конечно Такая тема Это уже Вот тоже Связанная С Гороскопом Да То есть Что за каждый сектор Отвечают Определенные планеты Определенные боги Вот И У нас Понятно Что там На востоке У нас будет солнце На север Будет меркурий На юге У нас будет Править Марс А на западе У нас будет Править Сатурн Вот И Уже Исходя из этого Конечно Делается Убранство в доме Делается Исходя из Того Каковы Эти планеты Вот Кто там Вот Этим пространством Управляет Вот И Нужно И Нужно Исходить Из этого Вот Что Какие-то Яркие Краски Солнечные Находятся На Опять же На востоке Да Какие-то Более тяжелые Простые Даже Как это Мало Украшенное Какое-то Пространство Таким Мужское Да Такое тяжелое Пространство Будет на западе Как Сатурн Он Отвечает За Дедушек За Бабушек За Аскетизм За Какой-то Тяжелый Труд Вот И Дом В основном Конечно Дом Украшается Больше всего Всяких Вещей Происходит На Северо-востоке На Востоке И на Юго-востоке Да То есть Восточная Полностью Сторона Как бы Украшается Там Где Принимаются Гости Там Где Размещаются Какие-то Иконы Иконы Размещают На На Востоке На Северо-востоке Северо-восточном углу Вот Там Где Находится Женщина Да То есть Женщина Украшает На Юго-востоке Своё Жильё Какие-то Делают Красивые Там Занавески Всё такое Спальня Естественно Да То есть Спальное место Вот Печку Обычно Ставили Вот Как раз Юго-запад Запад Да Ближе Там Где-то На Южной На Южной Стороне Вот Опять же Это связано С огнём Вот Дело в том Что Огонь И вот Большинство Огонь Да То есть Если вы хотите Поклониться Богу То У вас Огонь Должен Быть На Востоке Вот А если Вы хотите Помянуть Предков То Вы Огонь Вот Эти Свечки И так Далее И всё Это Сжигаете На На Южном Направлении Но Кухонный Огонь Находится На Западе Поэтому Вот Просто Логически Да Просто Как бы Печь Да Вот Часто Очень Спрашивают Куда Камина Куда Печь Вот Печь Камин Получается Ставится В Южном Секторе Дома Да Не Посередине Дома Ни в коем Случае Потому что Там Как раз Должно Быть Пространство Для Объединения Этих Первых Элементов Вот Ну В Южном Секторе И когда Мы Ставим Печь В Южном Секторе То Как раз Плита Вот Где Готовится И так Далее А Кухня Находится На Юго-Востоке То Плита Как раз И получится Что Находится На Западном Направлении То есть Когда Вы Ставите Что-то В печь Готовить Вы Как бы Лицом К западу Будете А скажи Вот У нас Все-таки Север Ну Северная Стена Холодная Холоднее Всегда Чем Южный Зимой Летом Может быть Было Практично Наоборот На севере Поставить Чтобы Прогревалась Северная Стена Северная Часть Дома Была Потеплее Нет Не нужно Потому Что Дело В том Что Нам Нужно Не только Тепло Нам Нужна Вот Эта Прохлада Северная На самом деле Ну Не в морозы Жив Минус 40 Нет Ну Почему Ну Печь Ставилась Нормальная И При Правильном Доме Когда Там Толщина Стен Больше Полуметра То Она И так Теплая Но Если Мы берем В расчет Кабинеты Гостиные То В этом Случае Стенки Еще Имеют Вернее Внутренние Перегородки Существуют А туда Тепло С трудом Будет Попадать От печи Которая Находится С южной стороны Да Это Вот Мы Пришли К самому Такому Что На самом деле Много Перегородок В доме Не приветствуется Обычно Отделяется Какое-то Пространство Опять же Если Мы Говорим Кабинет Кабинет Это Печь Она Будет К этому Кабинету Примыкать Если Она На юге Стоит А кабинет На юго-западе Да То Она Будет Примыкать Она Будет Давать Тепло То есть Когда Нужен Отдельный Там Так Скажем Кабинет Вот Это Пространство Которое Центральное И Которое Юго-восточное Кухня Немножко Отделяется Ну Как Она Она Вместе Со всем Пространством Находится Опять же То есть Столовая Там Где Кушает Стол Обеденный Стоит Он У нас Мы Располагаем На Востоке Да То есть Там На самом деле Вот это Пространство Оно Не Разъединялось И Славянство Это Никогда Не делали Да То есть Много Перегородок Не строили Была Большая Но в этом случае Мы попадаем На вариант Избы Пятистенка То что называется Где печка Ставилась Между стенками Перегородками И Тогда она Погревала Обе стороны Но Топилась она Со стороны Где ближе Дверь была Чтобы дрова Можно было Подносить Мусор Чтобы не особо Точился Возвращаясь К началу Нашего разговора Что Два входа В дом Есть Западный вход Который Опять Соры Избы Не выносили А в печке Сжигали И приносили Все оттуда Запад А гостей Привещали С востока Уже Отпускали Гостей В дом Вот Но Пятистенок Очень Да Много Строили Вообще Пятистенок И вот Эта Тяжелая Стена Если мы Берем Полностью Весь дом И Тяжелая Стена Посередине Этого Дома Как раз Приносит В мир Разобщенность Вот В чем Дело То есть Когда Есть Вот Это Посередине Дома Есть Вот Эта Перегородка И если Дом Он Правильный Два К Трем То То есть Он Не Делится Да Там На Части Просто Бывают Такие Вытянутые Дома Что Можно Как Два Отдельных Дома Стоящих Вот Совсем Близко Близко Рядом Да Вот То есть Мы Берем Конкретно Единый Дом Это Вот Как Б Если У Вас Вот Если Б У Человека Да Вот Внутри Вот Была 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 Эта Перегородка Это Примерно Так же Я имею ввиду От головы До До ног Стояла бы Вот эта Какая-то Перегородка Отделяла бы Совсем Право И Совсем Отделяла бы Лево Ну Сердце Там знаю Есть Перегородочки Которые Даже не одна Которые Позволяют Клапанам Правильно Работать И При этом Функционирует Нормально Весь организм Ну ладно Хорошо Это у сердца Это сердце Отдельно А я имею ввиду В организме В человеческом И там тоже Полно Перегородок Ну ладно Согласился Ладно Давай дальше Кстати у нас дальше Это уже начинается Музыкальная пауза Насчет дальше Да Уже 30 минут Музыкальная пауза Да И Продолжим Да И продолжим Здесь у нас Было еще пояснение Амилк Дун Написал Для эфира Вас Это сосуд Васт Обширный Огромный Вместительный В эти слова Смысл В самих буквах Васту Как правильно Строить Чтобы внутреннее пространство Было больше Объемней Так чтобы душе было свободно Не как в квартире Кварта То есть четвертая часть Ра Одна четверть Часть души человека А Васту У нас это Зодчий Вот такое пояснение Ну это здорово Да Понравилось? Да Очень красиво Да Хорошо Ну что Сейчас я смотрю Какую песню нам поставить Вот даже не знаю Что в нам такое поставить Я могу зачитать Вот Благодаря Васту Шастре Вся вселенная Обретает Хорошее здоровье Счастье И процветание Люди Вооруженные Таким знанием Повышают Свою духовность Последователи Васту Шастре Получают Не только Мирские наслаждения Но также Испытывают И небесное счастье Ну что ж Тоже хорошо Ну ладно Пока ты зачитывал Я песенку подобрал Давайте послушаем Хорошую музыку И после этого Продолжим Да Уже Формирование В эфире Народное Славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что сегодня У нас по одному Из современных календарей 29 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 28 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лето Седмица Поздравляю Тех Кто празднует День богини Тары И напоминаю Что мы разбираем С Натальей Тему Что такое Правильный дом Вопросы к нам Поступают Из чата Сразу предупреждаю Что вопросы Не подписаны Читать не буду Пожалуйста Подписывайте Русскими буковками Чтобы можно было Прочитать нормально Не забывайте Ставить запятые Чтобы не пришлось Думать Что же там написано Казнить нельзя Помиловать Или Другое что-то Итак Давай Продолжай Раскрывать Тему А я буду На подхвате Следить За чатом Одним глазом Мы остановились На На распределении Уже Да Где что В доме Ставить Ну и Можно Да Сказать Что про печку Поговорили От печки Уже Пляшем И от печки Уже Пляшем Да Вот Про первые элементы Даже немножко Затронули Астрологию Где какая планета Да Вот Исходя Из анекдота Тут вспомнила Сейчас Ты сказал Что Где же туалет Да Да Кстати Актуальный вопрос На улице Да Лучше всего Лучше всего На улице Конечно Делать Отдельным Отдельным Пристроем К дому В северо-западном Секторе Там же Размещать Септик Вот И Тогда Не будет Никаких Противоречий С С богами Планетами Почему Северо-запад Потому что На северо-западе У нас Там Луна Луна Это Женская энергия Это мать И Это В принципе Единственная планета Которая Как мать Готова Убирать За своими Детьми Делает Это Быстро И тщательно Вот И поэтому Когда Все эти вещи Располагаются В северо-западном Направлении От дома То Обычно Нет Там Застоев Нет Никаких Таких Негативных Влияний На Тех Кто Живёт В доме Так что Это Лучше Делать Там Это Такой Актуальный Вопрос Какие-то Тяжёлые Вещи Повторяюсь Мы Располагаем На Западе На Юго-Западе На Юге Вот Где Делать Гараж Гараж Лучше Всего Делать На Юго-Востоке И Таким Образом Чтобы Машины Вставали Были Направлены Своим Как Блесом Да Как Это Мордом На Северном Лобовым Стеклом И фарами И фарами На Север И на Восток Вот Тогда Будут Меньше Ломаться Машины Почему Опять же Тут Влияние Планет Транспортом И Лошадьми И Машинами Заведует Такая Планета Как Венера Вот И А Венера Как раз В доме Да Вот То Что Васт И так Далее Она Отвечает За Юго Восток Там же Кстати Ганеш Поэтому Все Препятствия Будут Убраны Ну И Не Знаю Насколько Это Может До Богов Дошли Да Кто Еще Где Располагается Ну Я Могу Только Пока Индии Я Могу Рассказать Только Об Индийских Богах Да То Как Они Называются В Индии Вот Я Пока Еще Не Для Всех Нашла Славян Славян Славянское Соотношение Да Потому Что Бог Един Вот Тут Даже Христианские Вещи Соединили Я Спрашивала Допустим Если Кому Так Интересно В принципе Мы Задавали Вопрос У нас Получилось Что Тот Же Там Известный Хануман Если Кто-то Знает Да То Бог Обезьяний Бог Так Называем Вот В Христианстве Это Гавриил Вот Было Очень Интересно Вот Это Вот Ганеш У нас Все-таки Ближе Архангел Михаил Вот Но Как Кто Славянский Богах Ну Все Богини Просто Один В один Да Можно Перенимать Вот Что Касается Если Там Берем Шиву Там Допустим То Это Велес Так Отвлекаясь Так На Какой Просто На самом Деле Вся Вот Архитект Ну Как Просто Так Дома Не Строились И Не Строились Где Попало Да Какой И Всегда Проводили Обряды Поклонение Богам И До Строительства Да То То Выбирали Время Когда Начну Там Делать Это Все Когда Копать Землю Когда Столбы Там Когда Первые Камни Закладывать Вот Это И Перед Каждым Действием Всегда Проводили Обряды Поклонения Поклонения Богам Вот И Обращались И На Сегодняшний День Я Пока Вот Именно Как С точки Зрения Славинизма Да Я Как Смотрю Это Но Как Это Такой Синтез Получается С Васту Да С Индийским Допустим Я Могу Точно Сказать Что Велес И Шива Это Одно И Тоже Да То Это Вот Наш Восприятие Мы Называем Велес А Индийцы Называют Шива Вот И Такие Соединения Есть Но Тара Старой Проще Потому Что Тара Славянская Что Тара В Индии Это В общем-то Одна и Та же Личность И Поведение И Их Задачи Одинаковые По-разному Изображаются Однозначно Изображаются По-разному Но Но Думаешь Но думаешь Что суть Та же Самая Да Суть Да Суть Та же Самая И Единая На самом деле А в чем заключается Суть Так что Поскольку День Тары У нас Ну славянский Не индийский Правда Но все равно Раз ты говоришь Что это одно и то же Ну Тара Это Которая Просвещает Которая Поднимает Вот как раз Вот Ментальность Человеки Да То есть Поднимает Его на уровень Выводит На новый уровень Вот Отвечает За природу Отвечает За вот Рост Рост Во всем Да Это опять же Богиня красоты В том числе Тара Очень красивая Вот За благополучие За благополучие За вот этот Вот Недаром же Вот сейчас Отмечается Праздник Весна За весну За красоту За Отвечает За Вот Вот эти Первые Как бы За пробуждение За посветление В Индии Также Отвечает За это Тоже За это Хорошо Хорошо Ну давай дальше Значит Вы уже К богам Перешли Там По звездам Прошлись Что еще К мебели Перейдем Или как Или может быть Внешне Что-то Убранство Какое-то Внешнее Апатрибутика На доме Что-то Рядом С домом Ну да Или у тебя Свой план Есть Ты по плану Тогда Мы уже Мой план Сбили Поэтому я Немножко Теряюсь Потому что Должны были С одного Начать Мы уже Так Об этом Об этом Об этом Об этом Это в принципе Об этом Обо всем Можно говорить За раз Все не Перескажешь Где Что И где Какие Там И там Дальше Как Какие Проблемы Возникают Если что-то Не так Вот Ну что Обычно Актуально Людям Где Кровать Поставить Где стол Вот В каком В каком Направлении Спать Вот Где Где Золото Где золото Бриллианты Хранить Вот Ну золото Бриллианты Храните Конечно На юго-востоке Хорошо Я уж думал В руке Там В гипсе Как это Что-то В гипсе Золото Бриллианты Обязательно Нужно Иметь Кстати В доме Такую Коробочку Или как Как это Сейчас Говорят Сейф Вот Нужно Обязательно Такую Как бы Такую Вещь Хранить В доме И Хранят По-разному В разных Обычно Это Юго-запад И Юго-восток Такие Закладки Как бы Делают Это Как бы Символ Стабильности Да Вносит Символ Стабильности Вообще На как бы Науковатство Она Очень Символичная Вот И Все-таки Вот эти Маячки Которые Мы В общем-то Привыкли В том числе Уже Их Все равно Расставляют По дому Да То есть Если Не хотите Чтобы Богатство Там Хотите Точнее Чтобы Деньги Были В доме То Лучше Там Под камушек Положить Денежку На Юго-западе Да Если Хотите Чтобы У вас Много Друзей Там Было То Больше Пространства На Северо-западе Да Нужно Делать Вот Если Хочется Продвигаться Духовный Путь То Нужно Очень Чтобы Было Пространство И Красота Частота Была Вообще Красота Частота Должна Быть Всегда Как бы За Скобками Но Вот Большое Внимание Нужно Уделить Северо-востоку Наталья Сейчас Ты договоришься И вот этого Надо побольше Вот это И будет Как в анекдоте Про обезьяну Ну что ж Мне разорваться Что ли Между красивыми И умными Что ли Туда и сюда Бегать буду Надо как-то Определиться Что все-таки Какой дом Такой Чтобы это Была полная Чаша Чтобы детей Было много И друзей Было много И достаток Был в доме И там Для того Чтобы вот этого Всего было много Нужно Первое Что сделать Это понять Кто ты Что ты Что ты здесь делаешь Заниматься своим Любимым делом Ну Начинается Я об этом Постоянно говорю Теперь ты еще Пришла Еще Говоришь Я тоже Здесь же И всех К этому Призываю И уже Теперь Не устаю Я говорю Вы должны Заниматься Мужчина Должен заниматься Своим Любимым делом И тогда Он не будет Работать Да Он будет Трудиться Во благо Своего Любимого Дела Себя Своей Семьи И Все у него Будет хорошо У него Вот то что мы Помнишь Складывается Да То есть Когда Когда все правильно Тогда все само Складывается Вот И это нужно Первое что сделать Это Это вот это Осознать Второй момент Нужно Чтобы дом Стал правильный Ля-ля-ля Все такое Сориентированный Вот И чтобы в доме Не было ничего Лишнего Ну что Ну что Ничего лишнего Поясни Что ты Ничего лишнего Поясни Это Есть много Людей Которые Вот Все в дом Вот все Нужное Ненужное И первая Рекомендация Васту Веду Всегда Такая Я говорю Прежде чем Заказать Консультацию По Васту Первое что вы Берете И делаете Это Берете большой Мусорный мешок Идете по дому И собираете туда Все что вам На самом деле Не нужно Мужик собирает То что женское Женщина То что мужское И два больших мешка Оказываются на помойке Потом говорят Ёлки-лки Где мы все вещи Ну Как бы Когда нужно А оно То есть жена В курсе Что мужу нужно И муж Знает Что на самом деле Чем жена пользуется Не факт Не факт Не факт Разоченность Это тогда разоченность Ну ладно Хорошо Хорошо Я шучу Давай дальше Хорошо Вот это дело Вот То есть Первое Уже проговорили Что тяжелые вещи Это Запад Юго-Запад Не важно О чем идет речь То есть Спальни И все такое Мы В эти сектора Да Ставим Если мы В комнате Там Какую-то тяжелую Мебель Шкаф И еще что-то Мы тоже Опять же Юг Юго-Запад Запад Туда Все это дело Освобождаем Северо-восток Восток Да То есть Север Чтобы у нас Свободная энергия Проходила Почему Потому что Севера И с востока Идет Проническая энергия Да То есть Энергия жизни Она заходит В дом Она там Концентрируется Она очень легкая Тонкая И очень сложно Когда Там Нагромождаются Вещи Да Какие-то там Тяжелые Сундуки И так далее Вот Но энергия Проходит И она Должна Аккумулироваться Да И она Аккумулируется На Юго-Западе Западе Юге Да Она 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 должна Там Концентрироваться Да Собираться Как бы Вот этот Вот поток И там Вот как раз Стоит Поставить Ловушки Если Мы живем В материальном мире И понятно Что Достаток Должен быть В семье Да Если у вас Дома Кушать Нечего То Вряд ли У вас Будет Возможность Заниматься Философией Там Или еще Чем-то Будете Все время На голодный желудок Песни не споешь Вот Поэтому Там уже Как раз Хорошо Располагать Такие вещи Как Сундуки Шкафы И так далее Да И вот это Все там Все туда И оно там Должно быть Оно там Должно храниться Там должны быть Какие-то Вот такие Вот Вещи Которые Это все Дело Аккумулируют Да Собирают Себя Вот Эту энерги Вот Очень важно Чтобы Всяких Вырезов Отрезов В доме Не было Единственный Срез Где может быть В доме Это на Северо-востоке Ну Есть там Какие-то Анкерочки И так далее Вот Хочется Сделать Как-то Вот Вот Хочется Человеку Ну Вот Это Хорошо Это Можно На Северо-востоке Сделать Там Потому Чем свободнее Пространство Тем Лучше Вот Чтобы дети Слушались Если ребенок Очень подвижный Его там Кладут В западную Комнату Да Вот Если Чтобы дети Слушались Они Должны Быть Все-таки В таких Помещениях Как Север-восток Северо-запад Да А родители Должны Вот Как раз Там Тяжелые Сектора Там Располагаться Вот То же самое Вне Дома Опять же Если Открыто Открытое Пространство Северо-восток Будет Приходить Достаток В дом А юго-запад Он Отвечает Вот Как раз Олицетворяет Собой Вот как раз Родовую Энергию То что Всю связь С родом Насколько Человек Связан Там Не должно Быть Никакой Воды Там Вот Все Что Огня Там Еще Чего-то То есть Тяжелая Земля Такая Вот То что Дает Энергию Именно Земли Это Отвечает За здоровье Юг Юго-запад Юго-восток Отвечают У нас За здоровье Если Там В этих Секторах Все Правильно По Васту То Будет Здоровье Это я Вот Уже Все Все Вот эти Знания Они Не просто Как бы Книжные Да Они уже Мною Проверенные Просто Когда приходишь Человек Начинает Жаловаться У меня Такая Такая Проблема Я говорю Прекрасно А что У вас Там Что у вас там Располагается Очень часто Когда Человек Жалуется На здоровье И на какое-то Отсутствие Жизненной силы Очень часто Оказывается Что У людей Там Вода Ну Ванны Комнаты Находят Туалеты И так далее То есть Вот Все Все вещи Или там Кухня На юго-западе Находится Кухня На юго-западе Это Всегда Плохие Отражает Всегда Плохие Отношения Со Старшими То есть Если Я вижу По плану Квартиры Что у человека Юго-запад На юго-западе Кухни Можно Я спрашиваю Конечно И знаю Уже ответ Что будет сказано Что Там Не общаются Со своими Родителями Не знают Бабушек И дедушек И так далее Вот И естественно К чему Это приводит Это приводит К тому Что человек Не может Себя Особенно На мужчинах Это отражается Не может Себя Поставить В коллективе Не может Обрести Хорошую Работу Да Свою Там Нет Авторитета Вот это Вот Все Приводит К этому Дедушка Не может Выйти Замуж Допустим Да Тоже Обязательно Выяснится Что кухня Не находится На юго-востоке И Вот И Где угодно Будут Проблемы С замужеством С обретением Подходящего Мужчины И так далее Если какие-то Проблемы На юго-востоке Будут Плохие отношения У девушки С Противоположным Полом Всегда Мужчинок Тоже Отражается Но У них Больше Все-таки Восток Отвечает За эти Юг Юго-восток Юг И восток Отвечают За Это Как это За эту Сферу жизни Вот Скажи пожалуйста Если вот Мы говорим Про внешнюю часть Вот Вокруг дома Пристройки К дому Это может быть Какая-то Терраса Пристроена К дому Это может быть Крыльцо Узкое Широкое Вдоль всего Дома Это как Площадка Ну типа Палубы Навес над крыльцом Чтобы там Вода Например Не попадала Ну типа Балкон Такой Получается Там Крыльцо Имеет Один Спуск Два Три Спуска На три Стороны Света Вот Это Тоже Каким-то Образум Отражается Да Это Отражается Эти все Балконы И Вот Эти Крыльцо Террасы И так Далее Лучше Всего Делать Конечно Опять же На восточной Стороне И Можно Делать На юго-восточной Стороне Вот Там Хорошо Пристройки Хозяйственные Вот То Что За Хозяйство Да Отвечает Вот Для Хранения Каких-то Материалов И так Далее Это Все Дело Конечно Лучше Опять же Там На Западе Юго-западе Делать Да А Дома Вот Всякие Вот такие Вот Хозяйственные Пристройки Лучше Там Делать Если Вы Решили Ну вот Если Вы Решили Завести Корову Допустим У вас Дом Да И вы Хотите Корову Завести То Как ни Странно Ее Лучше Располагать К Северо-востоку От Дома Вот Вот Как бы Потому что Корова Считается Священным Животным И Все Что Корова Производит Ну Это Факт Уже Все Что Корова Производит Это Все Во Благо Человека Даже Навоз Он Является Очень Отличным Антисептиком Да То есть Промывать Дом Разведенным Свежим Там Таким Навозом Да Вот Это Вот Даже Дом Мыть Это Избавить Себя От Всяких Там Ненужных Бактерий И так Далее То есть Он Еще Очень Хорошо Очищает Дом И В Энергетическом Пламе Вот Даже Такая Вещь Вот А если Вот Баню Допустим Ставить Да Баню То Баню Лучше Ставить К юго-востоку От Дома Там Где Все Что Вообще Все Что Связано С Соединением Воды Воды И Огня Это Все Хорошо Делать На юго-востоке Хорошо Вот Ты Сказала Про Практическую Часть О том Что Часто Когда Кто-либо Жалуется На что-либо Ты задаешь вопрос А у вас Вот это Где Находится Вот Я сейчас Предлагаю Нашим Радиослушателям Также Подключиться К этому И Поздавать Какие-то Вопросы А вот Есть Проблема Такая Может быть Как раз В эфире Пару-тройку Проблем Проходя Мимо И так Вот И решим А вот Обратите внимание На это На это Давай Попробуем Вот У нас Приближается Музыкальная Пауза Там Остается Буквально Минуточка Ты можешь Еще что-то Сказать От себя Доброе И мы Потом На музыкальную Паузу Перейдем Ну Доброе Доброе Это Любите себя Ну это Понятно Я имел ввиду Доброе По домостроительству Что-нибудь Давай С внешней Частью Закончим Значит Получается Южная И восточная Часть Это Какие-то Могут террасы Там Навесы Пристройки К дому Западной Части Вообще Ничего Не должно Быть Кроме Хозяйственных Постройок Да Там Поменьше Пространство И вообще Дом На участке Должен Располагаться Ближе К юго-западу То есть Опять же Мы еще Все Вокруг Да около Хоя Мы не Говорим Я Никак Не скажу Про То что Как бы Центральная Часть Вообще И участка И дома Должна быть Свободной Да Мы как бы В доме Я проговорила Для чего Это нужно В общем И на Участке Так же Да То есть Когда мы Берем Вот Участок То Когда Планируем Где ставить Дом То он Должен Быть Ближе К юго-западу Опять же Да То есть Там Колодцы Мы делаем На севере На севере На востоке Вот Опять же Понижение Почвы Да Должно Быть Все-таки К северу И к востоку Тогда будет Стабильность Достаток И так далее То есть Она Если мы берем Вот Участок То Дом Мы ставим К юго-западу К западу И там Делаем Хозяйственные Постройки Как бы Закрываем Вот это Все Да То есть Это то Что То что Наше То что Ну Там То чем Пользуется В быту И Какие-то Вот Такие Вещи Практически Они Все там И Там Небольшое Пространство То есть Пространство Нужно Оставлять Обязательно На севере И на востоке От дома Ну что же Хорошо Давай на этом Мы прервемся На музыкальную Паузу Перейдем Послушаем Старую Хорошую Песню Всполнение Тоже Очень Хорошего Исполнителя В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из современных Календарей 29 марта 2016 Года Вторник По одному Из старинных 28 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Седмица Поздравляю Тех Кто празднует С днем Богини Тары Мы же Разбираем Тему Что такое Правильный дом С Натальей И я предложил Нашим радиослушателям Такую Небольшую Игру Вы можете Написать Какие-либо Проблемки Которые Существуют Может быть Большие Может быть Небольшие И Наталья Попробует Разобрать А почему Эти проблемки Могут возникать С чем они Связаны Также хочу Напомнить Что вопросы Мы принимаем Из чата Народная Славянская Радио Славомир.org В любом Поисковике Надо набрать Славянское Народное Радио Попасть на Сайт Славомир.org И там Найти слово Чат Если не зарегистрированы Придумать себе Логин и пароль После этого Сможете Задавать вопросы Переписываться С друзьями И жить полноценной Жизнью Также напоминаю Что у нас работает Первая социально Защищенная Сеть Славянская Где можно Зарегистрироваться Общаться с друзьями Постоянно И есть еще Форум Где очень много Интересной информации Собрано Уже И постоянно Дополняется Вы также можете Дополнять Также если вы хотите Участвовать в создании Радио То пожалуйста Предложение пишите Напоминаю Что радио Не коммерческое Поэтому На зарплаты Миллионные Здесь не может быть Речи О миллионных зарплатах Все строится На совести И на здравомысли На понимание Необходимости Существования Этого радио Вот Так что Держимся Только за счет Радиослушателей И больше Не за чей Другой счет Итак Это я сказал Не просто так Чтобы Сейчас все кинулись Так думать Что же там Можно Сделать хорошее А вообще Чтобы жили хорошо Наталья Напоминаю Что в чате Уже много вопросов Появилось И хорошо бы К ним как-нибудь Будет нам Подойти И перейти Сколько примерно Еще по времени Нужно Чтобы темочку Так вот раскрыть И еще осталось На ответ вопрос В принципе Вопросы уже Как бы Зачитывать И мне тогда Будет проще Отвечать Потому что Понятнее Что волнует Понятно Потому что Потому что Такая Обширная Очень Обширная Наука Затрагивает Все Вот И Поэтому Проще Отвечать На какие-то Конкретные Вопросы Так Как В общем В общем Понятно Из вопросов Будет понятно Что Непонятно Да Из вопросов Будет понятно Что непонятно Потому что Очень много Можно Это Не один год Можно говорить Про вас Передавать Свои знания Но это Наверное Все-таки Ближе к курсам Каким-то Чем Да В общем Переходим К вопросу Понял Или не понял Ну да Вопрос от Владимира Измытищ Наталья Хочу кратко Выразить Свою точку зрения И получить Ваш ответ Дома Древних предков Были очень Простыми Незатейливыми Так было По большей части Потому что Предки В любой момент Времени Были готовы К длительному Путешествию Миры Где Домов Не бывает Однако Вы фокусируете Свои силы На совершенствовании Дома И домашнего пространства Значит ли это Что ваши усилия Направлены На украшение И совершенствование Тюрьмы Человека В котором Суждено Запутаться И погибнуть Его духу Не кажется ли вам Что лучше иметь Несколько простых домов Но каждый Для конкретных целей Чем один Но совершенный Но совершенных Домов Не бывает Так же Как не бывает Совершенно у вас И всего Что в этом мире Потому что Совершенство Это Это Истутно Мертвое Вот Что касается Тут суть в том Что ведь дом Отражает Суть человека На самом деле Если вы Приходите в дом К человеку И сразу видно Кто он Что у нас И как он К себе относится И как Какие Когда человек Когда человек О себе Задумывается Да То В итоге Итогом Итогом Человек И он Все Вдруг Вдруг Встал Что-то Тяжелое Вдруг Появилось Легко Было бы Дышать Это Вот Думаю Что Вы Согласитесь Что нет И Таскать Что-то Вот Что-то Поместить Там Не знаю Даже Когда Человек Объелся Да Допустим Ну Тяжело Он же Ничего Не хочет Он хочет Уже Полежать И отдышаться Вот Дух Перевести Дух Перевести Да Отлежаться Опять же В правильной Комнате В правильном Доме Голова Должна Быть В правильную Сторон Повернута Еще Суть В том Что Когда Дом Правильный Дом Почему Дом Должен Быть Правильный И Стены Правильные Цвета В доме Должны Быть Правильные Там Целый Пласт Который Мы Наверное Сегодня Еще Не Заденем Это То Что Цвет Должен Быть В каждой Комнате Свой Там Для Который Там Допустим Вы же Знаете Что Оранжевый Там Стимулирует Пищеварение Там Допустим Да Вот А Если Человек Хочет На что Нибудь Зелененькое Там Посмотреть Успокоиться Да Голубенькое Нежненькое На что То 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 Это Наши Реакции Да Вот И Суть В чем Вот Этой Науки Суть В том Что Душа Она Пришла И Она В теле Да И Выполняет Задачи Сталкивается С какими Трудностями И Получает Раздражение Извне Да Вот Это Вот Все Но Дом Он Большой Большой Дом И Он За счет Своего Объема Может Вот Эту Энергию С которой Человек Раздраженный С улицы Пришел И Когда Он Налаженный И Когда Там Все Правильно В доме Человек Заходя В этот Дом У него Эта Энергия Гасится Вот Это Ненужное Вот Это Которая Принесена Из Дни Которая Раздраженная Когда Человек В правильное Пространство Приходит Он Успокаивается Я вам даже Больше могу Сказать Я знаю Несколько Таких Пространств В Москве Да Они Промышленные Но там Все здания Старые Построенные Еще В позапрошлом Веки На Сегодняшний День Уже Переделаны Какие-то Такие Как это Бизнес Центры Заходишь Но Заходишь Когда Во-первых Там Такие Окна Огромные Стекла Но Это Ладно Это Уже Для Внутреннего Помещения Но Когда Даже В отбор Просто Заглядываешь И Проходишь По Двору Идешь И Уже Чувствуется Эта Энергетика Чистая Когда Правильно Сориентированный Дом То Внутренний Внутренний Даже Во дворе Уже Пространство Оно Как бы Очищается Само Очищается Очень быстро Оно Не задерживает Негатив Наталья Руками Не двигай Там Компьютер Потому что Очень Хорошо Вот Не задерживает Негатив Вот И Негатив Гасится А позитив Как говорится Приводит В норму Человек Который Пришел К себе В свой Правильный Дом Для него Сделанный Когда он По уму Построен То Вот Это Разражение Наспадает И Вот Если взять Далеко Не нужно Ходить Если мы Берем Вот эти Наши Постройки Современные Особенно Панельные Дома Да Где Все Слышно И так Далее Человек Заходит Вроде бы Все хорошо Тиже Благодать Раз И какой-то Мандраж Пошел А это Кто-то Пришел Где-то Там В этом же Доме Дом Единый Да Даже Если он Многоэтажный Вот Кто-то Пришел В плохом Настроении И Вот Это По Этим Нашим Несбалансированным Помещением Понеслась Эта Энергетика И она Долетела Да И тут уже Начинаешь Сдражаться Тут еще Потолок Давит Комната Узкая Там Шумоизоляция Плохая Да еще и Жена тут Прилипла Да Хорошо Следующий вопрос Да чтобы не затягивать Потому что вопросов Достаточно много Хотелось бы разобрать Я так вот Читаю Чат читаю И завидую У нас все люди У нас все люди здоровые Крепкие Проблем нет Меня радует Что слушаете Народного славянского радио Это здоровые Крепкие Смелые Сильные люди Нет проблем По жизни Не с чем обратиться К Наталье Ну и зашибись Как говорил Один мой знаком Это очень замечательно И просто отвечаю По поводу Что в клетке Находится Что меня удивляет Это то что Многие люди Забывают о том Что Как это В клетке Суть в том Что еще Ну как бы Доотвечать я хочу На вопрос Там было о том Что Нужно простые дома Строить Самые простые И Там типа Куда ты перемещаешься Мне сразу хочется спросить А куда вы можете Переместиться Вот куда Вот этот человек Который задал этот вопрос Куда он может переместиться Владимир Азметич Куда ты можешь переместиться Владимир Азметич Куда он может переместиться Потому что Ведь он Человек рождается В определенном месте Чтобы попасть В определенный социум В котором он Будет проходить Свою задачу То есть Никто не рождается В этом мире Просто так Это Ну это я уже Как островок Могу точно сказать Что Никто Есть даже время В которое Люди не рождаются И так же Как вот у меня Спрашивают иногда Что Ну вот В одно и то же время Родились два человека Они что Будут похожи Да Будут похожи И в одном и том же месте Да Судьбы И будут похожи И это подтверждается То есть Есть все системы Определения Есть время В которое Мы Женимся То есть По гороскопу Видно Когда человек Женится Когда он Разведется Когда У него Ребенок Родится И Своя задача Приходит И поэтому Жить Просто Вот в серой коробке Это вот Человек Относится Просто так же К себе Вот Я никакой Я так Пришел тут Чисто Погулять Ну еще Восемьсот Пятьдесят Тысяч Раз сюда Приду Вот так Вот в итоге Да Вот это вот И буду в этом же Состоянии Находиться Нет На самом деле Это нужно Сначала Разобраться С той жизнью Которой Человек Здесь живет И когда Люди Начинают С этим Разбираться И относиться К себе Именно Я еще раз Повторяю Как душа Которая Пришла Сюда Решить Задачи Свои Задачи То Все Становится Понятно Для чего Нужно Украсить Дом Почему Вам нужно Так много Времени Ему Уделить Вот Ты задала Вопрос Куда Может Переместиться А он Пишет Владимир Могу На дачу Переместиться А куда Вообще Планирую Переместиться После смерти Что ли Или в каком Смысле Перемещение Нет Но он же Сказал Что он Там Куда Дом Простой А тут Раз Много Домов На самом деле Еще Вот Тоже Такая Вещь Люди Которые Покупают Много Недвижимости У них Очень Большие Проблемы На самом деле Потом С одной Стороны Казалось бы Ой как хорошо Что много Домов На самом деле Это очень большой Груз ответственности На человеке И каждое Из этих Помещений Отражается На Состояние Помещения Будет отражаться На личности Даже Даже Вот Такое Вот Я могу Сказать Хорошо Давай дальше Будет Умерзенный факт Просто Практика В общем Несчастные Вы люди Имеющие Много Недвижимости Понятно Вывод ясен Давай дальше Вопрос в эфир От Станислава С точки зрения Васта Шастра Какая форма Дома Предпочтительная Прямоугольная Или сферическая Мы уже ответили На этот вопрос Но если хочешь Можем что-то добавить Если не хочешь Будем дальше читать Нет Ну прямоугольная Прямоугольная Соотношение Два к трём Это Оптимальный Вариант Для того Чтобы Во-первых Там все Поместилось Как надо А во-вторых Это Как это Незаконченная Форма А форма Которая имеет Куда развиваться Куда Куда идти Да То есть она Действующая Квадрат Хорошо Квадратный дом Хорошо Там Квадратные постройки Хорошо Для Каких-то таких Учреждений Там Для храма И так далее Из соломы Желательно Как у меня Один знакомый Шутил Если в купольном доме Строить По стенам Шкафчики То в конечном итоге Через какое-то время Шкафчики будут Под наклон И всё время С них будет что-то Сыпаться Или вываливаться Да Давай дальше Вопрос От Олега Из Иркутска Здравия Наталья Как звучит На санкрите Слово Жилище Известно тебе Нет Интересовалась Не интересовалась Я просто Не интересовалась Этим вопросом Ну то что Там дом Дом и дворы Дверы Они очень похожи Это однозначно Вот именно Слово Жилище В каком-то Жилище Это вообще Это обобщенное Понятие Жилище Можно называть Что угодно Начиная от хижины И заканчивая дворцом Поэтому здесь Надо знать Что конкретно Я просто использую Слово Жилье Потому что Учитываю То что Люди живут Все таки у нас Сейчас в квартирах Да Многие И очень мало Кто может позволить Свою жить в доме Да Житие Мое Ну давай дальше Так как Слово дом От слова Домовина А в ней Придавали земле Прах предков После кроды То есть Вот Дом У славян Остались В обиходе слова Которые называются Которыми называли Своё строение Место проживания Терем Хата Хорома От слова Храм По твоему мнению Как правильно Называть Жилище славян Благодарю Я думаю Что нужно Называть так Как Вот опять же Возвращаемся Да Если Речь Речь идет О храме То Храм Если там В этих Хоромах Живет Кто-то Который Человек Который там Ближе Как у нас Волхвы Называются То есть Люди Которые Занимаются Больше Духовные И так далее Это наверное Там Брать Нужно От корня Храм А если Ты все-таки Человек Который Земной Или там Купец Ты Уже Там К теремам И к домам Ну Ну С другой С другой Стороны У нас Можно Называть По-разному Я помню Что Когда В постперестроечную Время Появились Эти дурацкие Сериалы Там Рабыни Завру Все стали Дачи Называть Фазендами Ну нормально Ну давай дальше С этим разобрались Хотя здесь Поднят такой Философский Вопрос Что Дом Идет Слово Домовина Где Складывался Прах Уже Крадированных Прящеров И потом Уже Домовина Зарывалась Закрывалась В кругании Вот То что По госту Завралось Алексей Смотри Ну просто Суть в том Что Да Тут есть Такие вещи Что Такое Что Иначе Голову Дом Строился Там И так Далее Вот У вас Как раз Это Исключает Я Еще Есть У меня Просто Есть Такой Пример Что В одной Станице Пожаловались На попа Почему Пожаловались А потому Что Когда он Делал похороны Да Он Не разбивал Как На нового Попа Пожаловались А почему А потому Что Он не разбивал Не выпивал Чарку И Не разбивал Вот этот Вот Стакан Там Из которой Пил И не говорил Типа В добрый Путь Вот То есть Жизнь Ну Люди Придумывают Очень много Традиций Именно Придумывают И Очень Очень много Конечно Что остается То что Для предков И так далее Кто-то На костях Что-то Строит Кто-то Там Жертвоприношение Курицу Приносит На самом деле Васту Этого Нет Нет там Вот этих Вот Жертвоприношений Вот Они Вообще Там много Очень И в Индии Тоже Там вот И коров Там В жертву Приносят На самом деле Все это Иносказательно И Богу И так далее И духам Там Не требуется То чтобы Кого-то Там Жгли Убивали Закладывали Еще что-то И там Но Эти вот Обряды Они существуют Но это Придуманные Людьми Вот это Хочу Сказать Что Очень Много Таких Обрядов Которые Придуманы Уже Не Ришами Не Мудрецами Не Переданное Это Не переданное А придуманное Какое-то Надуманное Знание С этим Я тоже Столкнулась И Люди Очень Много Перегибов В этом Плани Какие-то Ужастики Ты рассказываешь Надо как-то Обстановку Разрядить Ладно Как разрядить Но ты Это Про попа Сказала Который Не разбил Чарку И не сказал Да Люди Начали жаловаться Что они Говорят Что так Должно быть Потому что Прежний поп Он всегда Так Делал Но вот Раз ты Попа Упомянул Не в обиду Кому-то Просто такой Анекдот Деревенский Когда К старому Приехал Молодой Молодой Практику Проходит И надо Первую службу Провести Но этот Говорит Ты не волнуйся Остаканься И нормально Там все хорошо Но на следующий день Все прошло Нормально Проснулся Утром Отец Расскажи Как все прошло Говорит Да все отлично Хорошо Сынок Все замечательно Но я тебе сказал Все таки Остаканница Не а графинница Это первое Во-вторых На папер Все таки Входят Они вползают Во-вторых Рясу В трусы Не заправляют Кодилам Над головой Не машут И никакой Другой Матери Кроме Божьей Не существует Так что Традиции Надо Чтить Блести И Не доводить До абсурда Хорошо Давай дальше Будем Именно так Вопрос Не доводить До абсурда Да Вопрос От Владимира Замытища Наталья Прошу точнить Для дальнейшего понимания Вы из той категории Оптимизаторов Что готовы Снести капитальную стену Или Хорошо Представляйся Или ограничиваетесь Перестановкой предметов Туда-сюда Внутри помещения Или третий вариант То есть берешь Отбойный молоток И вперед Капиталку Снести В многоэтажном Двадцатиэтажном доме На первом этаже Подрихтовать Стеночки поправить Конечно Нет И вся моя деятельность В этом плане Направлена Именно На 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 То Что Создать Такие условия В жизни человека То есть мы разбираем Проблему Да И Суть в том Что просто меняет В итоге Как бы Итогом Это Изменение В жизни Приводящее Неизбежно Приводящее К изменению Дома Ну Жилья Место жительства Вот так Будем называть То есть Никто капитальные стены Никогда не сносит Вот Вносятся Возможные коррекции Проводятся Опять же Есть Обряды Которые проводятся По улучшению Энергии Энергии Потому что Очень часто Ну Людей просто Нет Возможности Они говорят Ой Я не могу Отсюда Въехать Хочу Но не могу Потому что Я вот здесь Убился Да Вот Есть Там Легенда Такая Что Если За Все Помещения Отвечает Васту Пуруш Вот И У него У этого Духа Вообще Все Построил На земле У него Есть Такое Право Он говорит А если Люди Будут Строить Неправильные Дома И Мне Там Дело В том Что Делать Подношения На северо-востоке И так далее Вот Если Люди Не будут Делать Правильные Дома И будут Ну Мне Будет Плохо Мне Нечего Будет Кушать Он говорит Ну Тогда Бог Ему Отвечает Высший Бог Всевышний Он говорит Тогда Ты можешь Съесть Этих Людей Вот И когда Помещение Неправильное Да То Но Это Отражается Просто На Возможности Люди Как бы Живут Ограничивать Таким образом Сами себя Ограничивают И в Здоровье И в Финансах И в Возможностях И в Росте В своем Духовном Вот И поэтому Когда Вся Консультация Да Она Приводит К тому Чтобы Мы Просто Делаем План Действий Да И Изменяем Пространство И Я даю Рекомендации По Жизни Да Ну Как По Жизне Укладу Да Да Вот То Что Человек Делать Должен Еще Помимо Того Что Он Что-то Меняет В доме Еще Я же Говорю Что Девушек Сознание Меняем На То Что Девочка Должна 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 Мужчина Мужчиной Вот И Суть Заключается В этом И Когда Это Все Происходит Да Условия Выполняются И Намерение Все Это Должно Привести К тому Что Появляются Средства И Возможность И Необходимость Даже Человек Просто Меняет Жилье Никакие Конечно Капитальные Стены Не Сносятся Но Находим Возможность Сменить Эту Обстановку Но Это Вообще Честно Говоря Это Большая Трансформация С человеком Происходит Через Какое-то Время У Людей Очень Изменяется Жизнь И Появляются Новые Возможности Ну У нас Еще Есть Одна Минута До Музыкальной Паузы Вот Я Так И Не Увидел Ни Одного Ни Одной Жалобы К Врачу Опять же Меня Так Это Порадовало Вообще Но Удивительно У нас Очень Хорошие Люди У нас Здравомыслящие Которые Следят За своим Здоровьем За своей Жизнью Может Мы Вообще Не Должны Ничего Рассказывать Может Наоборот Мы должны Их послушать Что там Они нам Расскажут Сидеть Их Пригласить Одновременно В эфир И каждому Дать Ну Буквально По минуте Высказаться Представляешь Так Несколько тысяч Человек По минуте Высказываются Калькулятор У кого там Есть под рукой Посчитайте Сколько это Времени займет Без музыкальных Пауз Ну Ладно Ладно Давай Послушаем Музыкальную Паузу Чуть-чуть Пораньше Я включу Потому что Пауза будет Не три минутки А четыре Как раз Уложимся Все Отдыхаем В эфире Народное Славянское радио Продолжаем Разговор Продолжаем Эфир На Народном Славянском радио Напоминаю Что по одному Из современных дней 29 марта 2016 года Вторник По одному Из старинных 28 день Месяца пробуждения Природы 7524 лет Седмица Тех Кто Находится В традиции Строверческой Тех Поздравляю С днем Богини Тары Мы Говорим С Натальей Про то Что такое Правильный дом Понятно Что за одну Передачу Всех тайн Мы не раскроем Обо всем Не расскажем У нас Получается Так Направленность Всесторонняя Вот как у дом На все четыре стороны Так и у нас Во все четыре стороны И хочется И это захватить И это захватить И об этом сказать И вот это не упустить Несколько может быть сумбурно Но опять же Передача наша Не является Некой лекцией Не является Неким практическим занятием Хотя некие элементы Практических занятий Я предлагал внести Если кто-то пожелает То пожалуйста Вопросы можете Поздавать по конкретике Но Все равно Эфир Есть эфир Это все-таки Больше ознакомительно Публицистическая Такая версия Донесения информации Нежели чем Вот Приходите ко мне На семинар Я вас там Сделаю Вастуведами За там Два-три занятия И так далее И тому подобное Ну что ж Да Продолжаем Разговорки Я уже сказал Ну что Что-то добавишь От себя Как вводную часть Нашей последней Заключительной части Получастью Или Сразу Про вопрос Так и будем Продолжать отвечать По вопросам Да Пока так Вопросы Владимира Изматища Наталья Как Ненасильственным Способом Мне так это нравится Гармонизировать Соседей Сверху И через стены Так в скобочках Сволочи Достали Чтобы не получить Так сказать Обратку в карму Очень просто Нужно Гармонизировать Себя Для начала Я с соседями Стала в очень Хороших отношениях После того Как я начала Очень Много Петь мантры И у меня Все гармонизировалось Вообще Это самый Действенный Способ Это Какие-то Такие Песнопения Все что Через Омзвук Омсвет Так можно Гармонизировать С соседей Относиться К ним С любовью Благодарить Их За то Что они есть Вот Именно Благодарить Потому что Если вас Беспокоят Соседи Это не соседи Это У вас Что-то Есть И что-то Пытается Вас пробудить Вообще Если Когда вы Изучаете Всякие Ведические Даже Пускай это Будет Индийские У нас Очень мало Сказок Осталось Вот Из таких Сказаний Блин И так далее Вот Но В Индии Очень много И Когда Читаешь То Приходишь К очень Простому Выводу Что Самый Близкий Тебе Друг Это Твой Враг Тот Который Тебя Раздражает Тот Который Заставляет Тебя Что-то Делать Который Заставляет Тебя О чем-то Задуматься Самый Такой Вот Если Мы Так Вспомним Какого Учителя Мы Помним Больше Всего Тот Который Нам Покой Не Давал И Мы Знаем Его Предмет Или Не Знаем Но В любом Случа Мы Этого Учителя Помним У Которого Была Самая Длинная Самая Жесткая Линейка Да Этого Учителя Мы Тоже Помним И Потом Приходим Какому-то Пониманию Что Слава Богу Что он Был в моей жизни Он Заставил Меня Тот Пот Сделать Так же Соседи Соседи Просто так Не Раздражают Это значит Вас На самом Хочет Хочет Быть Раздраженным Хочет Чтобы Соседи Как-то Его Переложить На них Вину За Свои Какие-то Неудачи Или Свои Какие-то Невозможности Вот Чаще Всего Именно В итоге Когда Разбираются Ситуации В итоге Сам Человек К этому Даже Приходит Вот Ну А так Чтобы Что гармонизирует Пространство Лучше всего Это Да Какие-то Когда Находите Мир Своей Душе Найти Мир Своей Душе Помогает Практике Помогает Вот Это Общение Со Своим Внутренним Я Это Может Быть Йога Это Может Быть Медитация Это Может Быть Просто Копывание Я Говорю Еще раз Это Как Молитва Обращение Песни Хорошие Вот Наши Славянские Песни Просто Любые И протяжные И Вот Там Какие-то Калятки Какие-то Хороводные Какие-то Веселые Песни Они Даже Они Гармонизируют Очень хорошо Пространство И Гармонизируют Соседей Вот Ну и Конечно Мантры Мантры Это Такой Как Там Это Длинная Песня Сконцентрированная В Какие-то Слоги Но На самом деле Каждая Мантра Она Имеет В Себе Очень Длинный Длинный Такой Текст То есть Мантра Мантра Переводится Как Зерно Да Вот Это Зерно Прорастает И Дает Свои Какие-то Хорошие Плоды В основном Все Сводится К Успокоению Ума Если Вас Что-то В этой Жизни Не Устраивает Нужно Найти Спокойствие Ума И Вы Тогда Поймете Почему Вас Не Устраивает И Что С Этим Делать Стремление Должно Быть К Этому Спокойствию Вот Так Это Ты Хорошо Все Объяснила Вот Я Сейчас За Чатом Слежу Правда Становлю Чтобы Он Не Скакал А то Начинаешь Читать Он Убегает Вот Я просто Не могу Выдержаться Значит Вопрос Такой Ну вот Когда Отвечал На вопрос То Здесь Пишет Петь Мантры Соседи Будут В шоке Я так себе Представляю Звонит Владимир Зматич С утра Говорит Если Вы Добрые Мои Соседи Будете Мне Мешать Причем Во всем Ходит Справа Слева Сверху Снизу Отдыхать То Я Начну Петь Мантры Ну Зачем Сразу Все В доме Гармонизуются Они Понимают Что С этим Шутить Не Надо Не Надо Никого Пугать Это Опять Уход От 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 Своей Собственной Нет Вы Просто Садитесь И Поете Мантры И Вы Проэкспериментируете Любую Выберите Любую Мантру Найдите В интернете Которая Вам По душе Ляжет И Просто Начните Ее На Разный Лад Под Разную Мелодию Какая Приходит В голову Просто Ее Проговаривать Пропевать Прокрикивать Эффект Потрясающий Я Вам Это Гарантирую Особенно Когда Прокрикивают Я Поним Хорошо Так Значит Ситуация Вот Какая Мы Обращались Есть ли Какие Проблемы И Вот Наконец Ура С Острой Болью Называется Это Вне Очереди Владимир Замытич Снизошел До Нас И Написал Наталья Как Сделать Так Или Что Разместить В прихожей Чтобы Приходить С работы Бац И Словно Выключаешься Забываешь Все сотни Проектов Дел Планов И задач Что Является Бесконечным Потоком А У кого Че болит Тот о том и Говорит Хорош Вопрос Ну Стандартный Что Сделать Почему Прихожей Большая Прихожая Нет Грабли Поставить Так Бац И Выключаешься Пришел С работы Там Грабли Грабли Можно Поставить Да Раз И Отключился В принципе Нужно Не Как это Дать себе Возможность Гулять После работы Потупить Вот Мужчинам Надо Разрешить Себе Потупить И Чтобы Вот вообще Ничего не делать На самом деле После работы Что Нужно Сделать Это Нужно Заняться Ничем Ну Понятно Ты предлагаешь То чем Мужики У нас Занимаются Взять Газету Включить Телевизор Удобно Лечься На диване И еще Некоторые Берут Там Какие-то Бутылочки Рядом С собой Ставят Начинают Любоваться Миром То что Тупить Нет Вот как раз Телевизор Выкидываем Вообще Из дома Да Можно Его Оставить Если он Большой И по нему Смотреть Какие-нибудь Хорошие Фильмы Да Или там Мультфильмы Телевизор Как телевизор Вот лучше Просто выкинуть И не смотреть Его Вот Выкинуть Газету Не читайте Газет Не надо Особенно Перед едой Особенно Советский Говорю Преображенский Да Не надо Это все Правила Правила Все те же Это все Осталось Нет Газеты Мужчинам Хорошо читать С утра Когда им Нужно Войти В рабочий Ритм Пришел На работу Взял Чашечку Кофе Ля-ля-ля И если Человек Этим Занимается У него Такая Жизнь У него Такая Я просто Даже знаю Пару Человек Которые В прошлой Жизни Были Броминами Очень Высокого Уровня Но В эту Жизнь Они Пришли Именно Как Купцы Да Вот Именно Бизнесом Заниматься Это Ужасно Для людей Тяжело Вот Ну Вот Они Такую Себе Задачу Поставили Вот И Да И вот Чтобы Войти В этот Ритм Да Вот Такой Какой-то Там Которые Они Там Придумали Ну Это Можно Использовать Для этого А После Работы После Шести Часов Вечера У Мужчин Наших Любимых Дорогих Мозг Отключается Это Уже Даже Западные Ученые Пришли К этому Ведах Это Просто Там Описывается Что Там Человек Должен Делать Да Вот И Нужно Что После Работы Нужно Просто Прогуляться Никуда Не спеша Не надо Никуда Лететь Это Подожди Ты сейчас Намекнула На то Что У меня Сейчас Должен Отключен Мозг У меня Сейчас Я смотрю 22-45 Нет Ну У тебя Свой режим Радиоведущий Ля-ля-ля У тебя Своё Нет Обычно Человек Который С утра Работает Решает Очень много Проблем Есть Определенное Как бы Вот То что То что Мозг Может Выдержать Ладно Я на земле Живу Мне как быть Как с мозгом Это быть Когда же Как-то Договориться Учёные Учёные Сказали Что Он Отключиться Он Он Должен Отключиться Это Как бы Не моё Это Да Как это Мы сейчас Знаешь Любим Шутить Это Называется Британские Учёные Британские Учёные Они Доказали Что Ну Ладно Давай Всё Оставляем В покое В общем С острой болью Мы решили Вопрос Понятно В общем Мужику Надо дать Потупить Так что Женщина Если вы Слышите Наталью Дайте просто Мужику Потупить Ну пускай Ребёнка сыграет Ну пускай Малечка Маленьким Вот Работу Оставить На работе А домой Прийти Уже Всё-таки В семи Ты мне Всё время На грех Наводишь Как это Приходит Палач Домой Мешок Около Двери Сбрасыв Там Что-то Такое Копошится Папа Папа Ты что Такая Дыхалтурку На дом Взял То есть Работу На На Работе Ты Это Мешина Понятно Но Ты Сказала Работу На Работе На Хорошо Здесь Владимир Написал Если Начну Петь Мантры Жена Из Соседями Вариант Или То Или Другое Тут Расклад Не Подходит Хорошо Жена Она Присоединится А ещё Если Это Даст Возможность Потом Жене Купить Красивое Украшение Отвести Её В красивое Место Ля-ля-ля И Доставить Такое Удовольствие То Я думаю Она Ещё Больше Присоединится И начнёт Тоже Изучать Веды И Станет Настоящей Женщиной Которая Поддерживать Своему Мужчину То есть Ты ещё Шантажовым Подкупом Предлагаешь Заниматься А если Хорошо Будешь Мантры Петь Я тебе Колье Куплю Да Понятно И соседи Сами Убегут От нашего С тобой Воспевания Ладно Всё Поржали Всё Смеялись Снись Себя Да Давайте Держим Себя В руках Всё Серьёзно Держим Себя В руках Так Значит Это Понятно Про соседей Всё Гармонизовали Соседи Вопрос Решили Следующий Вопрос От Станислава Наталья Есть ли Опыт В строительстве Посаженной Системы И Перекликаются Ли эти Две Системы Между собой Серьёзный Вопрос Да Они Перекликаются И Даже Могу Сказать Что Чтобы Не сильно Заморачиваться На Те Расчёты Которые Делаются Вот По Васту Там Очень Длинные Расчёты Единственное Что Они Более Точные Очень Большое Значение К этому Придается Но Я Знаю Соженную Систему Я Изучала Её Вот Я Была У Марины Знаю Эту Систему Вот В принципе Она Рабочая И Можно Спокойненько Использовать В строительстве Дома Вот И Они Очень Хорошо Синтезируются С Васту То есть Можно Что Взять Устройство Стандартное Устройство По Васту Да И Дома И Взять С точки Зрения Геометрии Да Вот Это Тоже Того Какие Там Стены Размеры Такое Должно Быть Легко Можно Использовать Сожидную Систему Легко Они 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 Очень Хорошо Они Все Одни Из Одного Растекают Они Выходят Так же Черняев Он же Учился Тоже В Индии Он тоже Знал Васту И Свои Расчеты И все Остальное Он Делал В этом Я Смотрела Его Лекции Книгу Еще Не прочла Не успела Просто Вот Но Это Да Это Это Как раз Речь О Том Синтезе Который Меня Заботит То есть Я Как раз Призываю Всех Собирать Знания Это Все Вы Должны Понять Что Это Все Наше Это Оставленное Разрозненное Вот Но Это Все Наше И Это Нужно Аккумулировать Собирать И В итоге Да С этой Разрозненности Сложится Правильная Красивая Мозаика Вот То Полотно Которое Есть На самом Деле Вот И Очень 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 Много У нас На нашей Территории К сожалению Сжигалось Вырезалось И так Далее Очень Всем Это Известно Вот Ну Что-то 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 Сохранилось И Это Нужно Этот Синтез Этот Нужно Даже Делать Вот Просто Не Забывать Не Забывать Что Что-то 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 Все Да Две Системы Да Они Синтезируются Между собой И Они Не Противоречат Друг Друг Никак Хорошо Давай Следующий вопрос Посмотрим Следующий вопрос Нам пришел Из Донбасса От Дмитрия Вопрос в эфир По построению дома Какое влияние оказывает Например гараж под спальней Ой как классный вариант Но по конструкции Все под одной крышей И вообще Подобные хозяйственные постройки А я от себя еще добавлю Многие любят Так Особенно на новых участках Сделать Совместить баньку С Жилым Вторым этажом Вот это вообще классно То есть гараж Баня Хозяйственные постройки И жилое помещение Как их совместить вместе И нужно ли их вообще совмещать Желательно не нужно Оптимальный вариант Не совмещать Эти постройки Потому что Баня Это Опять же Откуда баня Да Вот как она пошла И вообще Что это за место Баня Это там где Происходит очищение То есть Человек приходит И проводит Там даже Обряды проводит В банях Рожали Да Часто Это место Где роды принимали Это Это чистое место Ну опять же Место для очищения И Когда человек заболевает Там допустим Ну Все в жизни бывает Мы на земле живем И В банях Решаются Многие Такие Проблемы Происходит Излечение Организма Поэтому Баню Не надо Ставить Рядом С домом Точно так же Как и Амбары И погреба Не ставили Ну как бы Не совмещали С домом Их ставили Рядом Элементарно Просто Чтобы избавиться От мышей Чтобы в доме Мышей не было Не надо Хранить Крупу В доме То есть Какие-то Естественные Практические Вещи Их нужно Всегда Учитывать То есть Что Ну и Запихивать Конечно Автомобиль Который Имеет Там И выхлопы Да И вот эти все Горюче-смазочный Материал Который Используется В автомобиле И Делать этот Гараж Под спальней Ну Совсем Не вариант Ну И с другой стороны Как вы это Собираетесь Совместить Потому что Гараж Нужно делать На юго-востоке А спальня На юго-западе Там На западе Опять Да То есть Странный Странный вопрос Мы уже Проговорили О том Где должно быть Вот Ну Напоминаю Что Нет И не надо Этого делать Да Ну Здесь Я Сразу Помещаю Для наших Расслушателей Тебя Что Вопрос Мы задаем По мере Их поступления Они могли Появиться Еще До Как мы Начали Говорить Нет Нет Я Отвечаю Что Нет Не нужно Совмещать Гараж С домом Не нужно Совмещать Какие-то Постройки Опять же С домом Вот Ну В конце Концов Спать Нужно Спальня В общем Да В общем Да Ходить в туалет Не за юрту Да Не за юрту Ходить в туалет Не за юрту А чтобы это было В нужном месте Да И Есть определенные сектора Это Басту Очень гармоничная Система В этом плане Там Все предусмотрено Так что Не ставьте дома Ярангу Юрту Не надо Просто живите В том доме Который Предназначен для жилья Сразу Не надо там Что-то еще Достраивать Так Дмитрий из Донбасса Вопрос номер два С ведущей Оговаривается По строению По сторонам света Фэншуи Да Тоже Подобно Но На первоначальном уровне На профессиональном же Рассчитывается По рождению Каждому человеку Или хозяину Уместно ли это И здесь Да Есть общее правило И как Да Фэншуи Тоже Рассчитывается По хозяину И васта тоже Рассчитывается По хозяйке Дом Полностью Делается По Делается По Короскопу Хозяйки Дома Место Где жить Выбирает Мужчина Дом Какой он будет Внутри Выбирает Делается По женщине Так Следующий вопрос От Ивана Что можете сказать О внешнем Убранстве дома Ну мы частично Уже поговорили Если есть что-то Добавьте С того что мы еще Не сказали Именно убранство Не постройки А убранство Ну что убранство Ну Какие-то Ну Сейчас описывать Наличники Какие должны быть Что Что имеется ввиду Там Как они Коньки Да Как украшают Вот это все Ну это Действительно Это уже Отдельная тема Это семинары Целые Можно там Сделать По этому поводу Хорошо Следующий вопрос От Евгения Какие вещи Атрибуты Должны присутствовать В современных интерьерах Чтобы домовой Был доволен И как они должны Располагаться В квартире Чтобы домовой Был доволен Ну Атрибуты Их очень много Что-то Что-то Придумано Вот знаю Можно майский Веник Рядом с входом Украшенными Ленточками Сделать И будет Домовой Доволен Домовой Будет доволен Когда будет В доме Чистота И красота И даже Не столько Вот В этих Всех Атрибутах А Когда Есть То что называется Красота Поведения Когда Люди Друг Другу Очень С любовью С нежностью И С участием Относятся Когда домовой Точно Будет доволен Ну в общем понятно Мы сейчас можем просто Перейти к атрибутике Которая будет сводиться Какая цепь толще Тоньше Должна быть На шее Какого размера И сколько там Карат И сколько там Чего-то еще Мне кажется Здесь необходимо То чутье Вообще Если вы хотите Разобраться То достаточно Посмотреть Несколько Различных Традиций Которые Существуют В ведической И около В ведической Тематики Там Очень много Рассказывается О том Как взаимодействовать С домовым Какая атрибутика Как с ним общаться Как его чем подкармливать Как в конце концов Там ставить даже веник Если уж там К мелочам переходить Да В каком углу Да В каком углу поставить Там ящичек Открытый Закрытый Занавесочкой И что лучше всего Классе И так далее Это уже атрибутика Дополнение Наш эфир Не посвящен этому А это отдельная тема Достаточно интересная Взаимодействие с духами С служебными духами И так далее Поэтому я предлагаю Просто разобрать эту тему Или предложить Разобрать ее В отдельной передаче Следующий вопрос Давай вопросы дальше Будем начитывать Следующий вопрос От Владимира Азиматиевича Наталья Были ли у вас Такие ситуации Когда вы Пожалели Что дали советы По обустройству жилища Почему так произошло Расчет был неверен Или Ощутили действия Иных сил Никогда Не пожалела О том Что дала Какие-то там Советы И так далее Единственное Что меня Огорчает Это то Что люди Чаще всего Не следуют советам Ну Не чаще всего Я неправильно сказала А девушки Да Не следуют советам И если что-то Если что-то В вас Не сложилось То Чаще всего Выясняется Что они просто Не последовали советам Вот так Правильно сказать Не делаю То есть Берут консультацию Все И потом Не делаю И вот это Вот это Вот это Огорчает Потому что Когда Дело в том Что все Васту Видия Она основана На На энергии Вот И Когда Делается Ну Как бы Я готовлюсь К консультации То это Всегда Медитации Да Это Всегда Какие-то Запросы Вот И Ну Как бы Да И Мне приходят Ответы И когда Эти ответы Игнорируются Ну Это Тогда Вот Хочется Спросить А зачем Собственно Говоря Ты эти вопросы Сдавал Да Ну То есть Это Я считаю Что это Не Честно По отношению К Любому Человеку Который Вот Чем-то Таким Занимается Так же Как вот Прийти к доктору Да Спросить Как мне лечиться А потом Он говорит Так-то И так-то Ой Да нет Вы доктор Вы там Неправы Да Нет Но на самом деле Некоторые доктора У нас бывают Часто неправы Это я уже по себе знаю Так уже со стороны Но делать не в этом У нас же многие ходят Докторам Не для того Чтобы лечиться А потрындить Да Вот Чтобы Вот этого Хотел Вот Единственное Что меня В моей В моей практике Иногда огорчает Это когда Есть люди Которые Да Вот такие Учить И поговорить Не-не Ты просто лекарь душ Поэтому ты воспринимай Это с другой стороны Философски Ты лекарь душ Ты же не только Дома строишь И рисуешь Ты лекарь душ Так что Все хорошо Замечательно Вопрос от Максима В эфир Наталья А есть ли Где пособия По устройству Дома Которые можно Почитать И вообще Проконсультироваться Заранее благодарен Ну пособий То их очень много Сейчас Слава Богу Когда начинала Васту Заниматься Вообще Практически Ничего не было Сейчас Очень много Всяких Таких Способий Вот Единственное Хочется Как-то Предостеречь От Такого Вот Как вот Знаете Как это Западного Подхода Вот очень много Сейчас Литературы И курсов Различных И Вастуведов Которые Такие У них Коммерческий Очень подход Все упростить Всех Под Одному Ребенку Загнать Очень много Ошибок Сейчас Уже Начинаю Видеть К сожалению Но Не доучиваются На самом деле Лучше Обращаться К специалисту Вот Такой Совет Вот А так В интернете Очень много Различной Информации Можно Сделать Синтез Можно Предварительно Чтобы не ошибиться Попросить Своего Как это Своего внутреннее Я Или своего Ангела Хранителя Кому Или там Своего Бога Покровителя Чтобы Так и Сделать Запрос Как я Сделал В свое Время Господи Не дай Мне ошибиться Направь Ко мне Верных Учителей Направь Меня В нужном Направлении Изучения Этого Всего Вот Никогда Не нужно Делать Поспешных Выводов И все Нужно Проверять Лучше Сейчас В нашем Мире Все-таки Почитать Побольше Литературы Это Займет Много Времени Но Прежде чем Делать Какой-то Вывод Нужно Дать Себе Возможность Получить Больше Информации Хорошо Следующий вопрос В эфир От Елены Из Москвы Как и где Активировать Пространство Дома Для того Чтобы выйти Замуж Классный вопрос Мне так это нравится Хороший вопрос Отличный И очень правильный Я сразу Всем Девушкам Могу сказать Если вы Хотите Выйти Замуж Кроме того Что нужно Вспомнить Что вы Женщина И Это Первое А второе Это В доме Нужно Обратить Внимание На юго-восток И северо-запад Девушка Если молодая Особенно Если У нее Есть Возможность Спать В северо-западной Части Своей квартиры Или своего Дома То Лучше Переместиться Туда И спать Там Вот Спать В направлении Юга Лучше Всего Юг Или Восток Голова Чтобы была А так Северо-западная Часть Дома И На Юго-востоке Вашего Дома Лучше Всего Если Будет Находиться Кухня И Творческая Мастерская И Никто Не будет Спать Там Вот Это Оба Помещения Должны Быть Красивыми Светлыми Такими Какого мужчина Выходить Свет А если В том месте Будет Супруга Спать Не захочет Ли она Еще раз Замуж Выйти За кого-нибудь Ты поосторожнее С такими Советами А то там Потом скажут Тебе Ага Она советовала Вот Наталья Главное Шутка Конечно Давай Тут еще вопрос Несколько осталось Зачитать С мужем И С супругом Лучше Спать Все-таки Юго-запад Юг Именно На юге Потому что Супруга Это Венера Венера В объятиях Марса Чувствует Себя Просто великолепно Защищенной И Горячо Любимой И тогда Жена Не захочет Уходить Искать Вообще Даже думать О другом Мужчине Понятно Понятно Хорошо Хорошо Все так Романтично Романтично И красиво Ингварь Вопрос в эфир А если человеку Не важно Где жить Вот нет у него Потребности В особом комфорте Что тогда? Ничего Он шиваид Нету Нету Потребности В комфорте Он человек Аскет Который Опять ругаешься Опять Матерные слова Шиваид Это Бог Шива Он В принципе Он же Велес Это Его место проживания Гора Кайлаж И Там не может быть Какого-то Определенного Дома Потому что Это Бог Богов И он Так же Как и Велес И он Везде И дома Определенного Не имеет А также Еще он Аскет Поэтому Если человеку Дом не нужен То он просто Аскет И все И что там Ну не нужен И не нужен Понятно Следующий вопрос Очень такой Мне кажется Злободневный Поскольку Судя по всему Вопрос от Веры Поскольку Судя по всему Она уже дом построила И вот Это вопрос Наталья А если ванны Уже находятся В юго-западном Секторе Что необходимо Сделать Чтобы Граммонизировать Эту часть дома Благодарю Ну Можно Обойтись Для начала Просто Поднятием Пола Ванны То есть он То есть он Должен быть Ну Порядка Пясти Пясти То есть Ну Переводя Пока Еще Общепринятые Сантиметры На 10-12 Сантиметров Должен быть Пол там Выше Чем Во всем Остальном Доме Но В любом Случа Лучше всего Найти Возможность Убрать Оттуда Воду И все Так все Просто Ну да Понятно Изменяя Как Как Внести Коррекцию То есть Как Вас То действует Вы Изменяете Форму И Происходит Изменение Энергетики И все Просто Да То есть Пол Вообще Пол В этих Секторах Он должен Быть Выше Чем Во всех Чем На севере Допустим Или на востоке На севере На востоке Лучше Пол сделать Чуть Ниже Это Несколько Затрудняет В современном Мире Там Выравнивают Полы Делают На одном Уровне И так далее Но это Все От незнания Законов Да Незнание Законов Не освобождает Понятно Хорошо Ну что ж Давай подводить Сегодняшний А нет Давай Сейчас посмотрю Может еще Вопрос Есть А вот Да Такой вопрос Личный Наталья Случаем Не с Ленинградской Области А то Чет По словосоотношению Так показалось Что между прочим Нет Я не с Ленинградской Области Нет Я не оттуда Ну раз так То давай Подводить итог Сегодняшней Встречи У нас В заключении Есть такая Традиция Когда Каждый Выступающий Говорящий Желает Что-либо Тем Кто его Слушает Вот давай Что-либо Пожелаем Ну с учетом Тематики Сегодняшней Передачи Нашим Радиослушателям От себя Давай Ну что я могу пожелать Я хочу пожелать Людям Чтобы они Задумались О себе Чтобы у них была Такая возможность Познать себя Полностью Да То есть выяснить Кто Что Для чего Я это очень Это в принципе Самое основное Что нужно сделать Вот Также желаю Чтобы они Разобравшись С собой Нашли Возможность Организовать Свою жизнь Исходя Исходя Из этого То есть На самом деле Пожелание Только одно Будьте собой Любите себя Именно Себя Вот как Личность Как душу Как дух Да Вот Доверяйте Своему телу Потому что Тело Оно Очень часто Показывает Нам Что Что не так Оно Всегда Оно наш Союзник И оно Наш помощник И также Доверяйте Обратите Внимание На свой дом На дом В котором Вы живете Потому что От того Какой он От того Зависит От этого Зависит Какие События И как будут Развиваться События Вашей жизни Вот Поэтому Я желаю Всем Очень Такого Как это Чтобы дом Был Действительно Вот Для каждого Человека Дом стал Его Помощником Его Там Лекарем И чтобы Он отражал Гармоничную Личность Вот Потому что Чаще всего Мы Попадаем В такие Дома Не очень Хорошие Потому что Сами Негармоничны Вот И поэтому Чтобы быть В гармоничном Доме Нужно Стать Гармоничными И вот Пусть В нашем Мире Появится Больше Гармоничных Вещей Красивых И красивых Домов Красиво Украшенных Светлых Вот Это будет Отражать Что люди Тоже Такие же Они Светлые Красивые Любящие Внимательные Вот Друг Другу Но Опять же Все Начинается С Самого Человека И хочешь Изменить Мир Хочешь Изменить Что-то Вокруг Себя Начни С себя Начни Меняться Сам И все Изменится И я Желаю Таких Благостных Изменений Благостной Наполненности Каждому Человеку Чтобы Эта Благость Она Вошла В Жизнь Каждого Человека И конечно Мутреннего Покоя Уверенности Ну Хорошо Хорошо Ладно Ладно Благодарю тебя За участие В передаче Надеюсь Что мои Вставки Были К месту Хотелось бы Верить Хотелось бы Верить Не очень Помогали Анекдоты Тоже Надеюсь Хотя Иногда Так Распоясался Я сегодня Сразу скажу Пояс Не одевался Сегодня Распоясался Я сегодня Ну Так или иначе Эфир проведен Напомню Что 29 марта На дворе 2016 года По дому Современных Календарей Вторник 28 день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Седмица По дому Старинных Календарей День Боги Дентары Те кто Относит Себя Староведческие Традиции С чем Я вас всех И поздравляю Наталья Была У нас Главная Всеведущая Васту Вет Дизайнер Ведический Астролог Как мы Скали Звездочет То что У нас Да Звездочтение Земли Звезды Земли В ее управлении Незримом Какое-то слово Очень хорошее Понравилось Это как это Мира Мировед Мирустройство Миропорядок Ведомирие Миролад Много Ведомирие Да Хорош Или Мироведение Мироведение Ведомирие В общем кому как нравится Не забудьте Копирайте Меня записать Вот Скромно так Ну так вот Значит Передача наша Была посвящена Разговора Что такое Правильный дом Надеюсь Что Несмотря На Обширную Тему Нам как-то Удалось Все-таки Дать понять О том Что это Очень и Очень важно И Если вы Решите Построить себе Не просто Жилище Не просто Какую-то Нару Как у кролика Или Нару Как у собачки Или загон Для кого-то еще А именно Полноценное Жилье То что Может быть Хоромами То что Может быть Для кого-то Дворцом Для кого-то Крепостью Для кого-то Избой Чтобы от чего-то Избавиться Для кого-то Скитом Это уже Ваше дело Все равно Вы должны Подумать А для чего Вы это Делаете Но прежде всего Вы должны Понять А кто вы Потому что если вы не знаете, кто вы То тогда понять, а для чего и для кого вы это делаете Не получится Естественно, если не будете знать, для кого и для чего вы это делаете В этом случае, тогда зачем вы вообще что-то строите Ну, тогда Займитесь каким-то там построением карточного домика Разложением пасьянства Счетом ворон, например Ну, каким-то более подходящим Занятием для такого состояния Вашей души в этом мире Прощаюсь с вами Желаю вам всего самого-самого доброго С вами был Народное славянское радио И Алексей Орлов Всем добра, до новых встреч Услышимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok